Х ты считаешь меня дураком или ты дурак? Чу Фен усмехнулся. Ценность голубого скипетра цилинджа и уступает запечатывающему леднику. Хуань Фен только сознательно принял это как ставку, потому что боялся, что Чжо Улун не посмеет спорить. Не больше того, сказал Сун Лэй громким голосом. СССССССС. После того, как он закончил произносить эти слова, толпа начала шипеть от неудовлетворенности. Несмотря на то, что все они знали, что Хуань Фен заложил ловушку раньше, было все же слишком чрезмерно говорить об этом так очевидно. Что касалось этого Чжо Улуна, его нынешнее выражение было чрезвычайно уродливым. Это было потому, что он по-настоящему обесчестил себя. Он был полностью одурачен ими. В этот момент Сун Лэй понял, что он ошибся. Однако все это было вызвано Чу Феном. Таким образом, он начал ненавидеть Чу Фена еще больше. Он чувствовал, что его дурачил кусок мусора с горы бирюзового дерева. Это вы все поставили условия для азартной игры раньше. Я просто иду согласно фиксированной цене, которую вы все представили. Независимо от того, что могут подумать другие, я могу видеть только, что запечатывающий ледник более ценный, чем голубой скипетр цилиндже, сказал Чу Фен. Ты переворачиваешь верное в неверное, извращая слова и притягивая логику. Зарычал Сун Лэй со злостью. Меня не волнует, что вы скажете. В любом случае, я не буду рисковать с тем, что ты используешь только голубой скипетр цилиндже как ставку. Развел руками и пожал плечами Чу Фен. Он показал вид. Ты ничего не можешь поделать с этим. Твою мать. Собираешься ли ты играть со мной или нет? Сун Лэй был на самом деле в ярости. Он на самом деле начал вынуждать Чу Фена. Достаточно твоей профанации. В то время как я могу играть с тобой, ты должен обладать квалификацией. Приходи говорить со мной снова, после того, как тебе удастся собрать достаточно, чтобы представить в виде игровой ставки. Иначе, возвращайся туда, откуда пришел. У твоего дедушки здесь нет времени играться с тобой. Выражение лица Чу Фена замерло, когда он произнес эти слова. Твой папочка будет использовать свою жизнь, чтобы сделать ставку с тобой. Снова зарычал Сун Лэй. Хе. Услышав эти слова, Чу Фен засмеялся. Затем он сказал. Твоя жизнь, это даже ценно. Насколько я знаю, твоя жизнь не стоит даже одной восстанавливающей силу гранулы высокого качества. Ты играешь со смертью. После того, как услышал, что сказал Чу Фен, Сун Лэй был в такой ярости, что он начал скрипеть зубами от злости. Его лицо позеленело, и синие вены начали появляться на его лице. Он был по-настоящему и полностью разъярен. Бум. Внезапно Сун Лэй сжал ладонь в кулак и выстрелил. Его бушующая боевая сила принесла с собой поднявшуюся пыль и многочисленные волны энергетических водоворотов, когда они двинулись к Чу Фену. Бус, однако, прежде чем его свирепый удар кулаком смог достичь Чу Фена, внезапно появилась удивительная сила. Эта сила была действительно удивительной. После того, как удар кулака Сун Лэй столкнулся с этой удивительной силой, казалось, что камень ударил в море, провалившись в него бесследно. Не вызывая никаких рябий энергии, даже пятнышко, она исчезла. Маленький друг Сун Лэй, маленький друг Чу Фен, выдающийся гость нашей запечатывающей древней деревни. Этот старик не позволит никому нападать на маленького друга Чу Фена в нашей запечатывающей древней деревне, сказал глава деревни Ма. Оказалось, что человеком, который раньше остановил нападение Сун Лэй, был он достаточно чуши. Кто не знает, что ваша запечатывающая древняя деревня никогда не вмешивалась в недовольство и обиды ваших гостей. То, что ты делаешь прямо сейчас, просто прикрываешь его, сказал злобно Сун Лэй. Раз ты так говоришь, я тоже могу быть откровенным с тобой. Да, я преднамеренно защищаю маленького друга Чу Фена, сказал старый глава деревни Ма, сказал в очень спокойной манере. Ты, услышав эти слова, Сун Лэй был настолько взбешен, что его губы начали дрожать. Однако он ничего не мог сказать, кем был старый глава деревни Ма. Независимо ни от чего, он был все еще экспертом номер один в запечатывающей древней деревне. Даже для их альянса мировых спиритистов было не так, что люди из их управления мировых спиритистов могли бы просто соревноваться против старого главы деревни Ма. Что касалось него, он был не более чем членом молодого поколения. Даже если он обладал сильной боевой мощью, какая разница? Кроме как злиться, не было ничего, что он мог сделать. Что происходит? Разве старый глава деревни Ма не хотел выгнать Чу Фена раньше? Зачем ему сейчас защищать его? Возможно, это потому, что Чу Фен выиграл у Ху Ань Фена. Старый глава деревни Ма, должно быть, узнал, что техники мирового духа Чу Фена очень сильны, и что он редкий гений, так что он решил спасти отношения между ним и Чу Феном. В конце концов, Чу Фен ученик горы бирюзового дерева. Если бы запечатывающая древняя деревня должна была упасть с ним слишком глубоко, это не было бы хорошей вещью для них. Из того, как я вижу это, старый глава деревни Ма планирует выкупить себя. По сравнению с Сунлаем, толпа, которая раньше видела, что старый глава деревни выгонял Чу Фена раньше, была в замешательстве. Они начали оживленно обсуждать, что происходило прямо сейчас, и угадывать причину, почему старый глава деревни Ма вмешался, чтобы защитить Чу Фена. Чу Фен – это все вещи, которыми обладаем мы, братья и сестры. В общей сложности 4 высококачественных котла медицинской стрепни, 4 высококачественных котла для доработки оружия, 9 высококачественных королевских оружий, 1 831 560 боевых жемчужин и множество различных редких сокровищ, и бесчисленное множество материалов. Я знаю, что даже если мы добавим их все вместе, они не будут столь же ценными, как кусок запечатывающего ледника. Тем не менее, это все богатство, которым мы обладаем. Теперь я собираюсь использовать их в качестве ставки на игру, ты готов принять? Сказал Ху Ань Фен, протягивая 4 пространственных мешка. Я также отдам все свои богатства. Ты смеешь играть, или нет? Увидев это, Сун Лэй также вытащил свой пространственный мешок. Казалось, что для того, чтобы вернуть утраченные ими вещи, пятеро из них планировали выложить все свои с трудом заработанные сбережения. Хотя ставка на азартные игры по-прежнему недостаточно. У вас, по крайней мере, есть достаточная искренность. Я неохотно буду играть со всеми вами. Тем не менее, я буду играть только со всеми вами снова. Кроме того, для того, чтобы не дать вам всем действовать беззастенчиво и не признавать свое поражение, мы передадим все наши ставки на азартные игры старшим ума, и пусть он на время сохранит их. Тот, кто победит, должен идти к нему, чтобы добыть трофеи войны. Что касается проигравших, они должны уйти из этого места. Не продолжайте бесстыдно путаться. Хотя это зависит от вашего собственного индивидуального характера, если вы не можете принять поражение с изяществом, если вы сделаете это, то те, кого вы будете позорить, будете только вы сами, сказал Чуфын. Будь уверен, тот, кто не способен победить с изяществом, это определенно буду не я. Когда Сун Лэй сказал, он бросил свой пространственный мешок старому главе деревни Ма. Следуя за ним, Хуань Фын, Хуань Пин, Хуань Лан и Хуань Цзин также бросили свои пространственные мешки старому главе деревни Ма. Держа пять пространственных мешков в своей руке, старый глава деревни Ма повернулся к Чуфыну и кивнул. Его намерение было очень ясным. Он указывал Чуфыну, что в этих пространственных мешках действительно было много сокровищ, и что Хуань Фын и другие не солгали ему. Несмотря на то, что Чуфын не знал старого главу деревни Ма, и что старый глава деревни Ма ошибочно обвинил его Иван Цзина раньше, Чуфын не чувствовал, что старый глава деревни Ма был плохим человеком. Таким образом, он был готов довериться старому главе деревни Ма. Таким образом, Чуфын махнул рукой и передал вазу, которая содержала сто тысяч капель запечатывающей в ледниковой воды старому главе деревни Ма. «Когда мы начнем?» — спросил Сун Лэй. «Это уже началось?» — ответил Чуфын. Услышав эти слова, Сун Лэй улыбнулся. Его улыбка была полна уверенности. Затем он медленно поднял руки и скрестил их. Он треснул костяшками пальцев, пожал плечами и хрустнул своей шеей. Звуки треск, треск, треск начали исходить из всего его тела, как ряд маленьких фейерверков. Чуфын, ты должен приготовиться к тому, чтобы быть побитым. Я, Сун Лэй, никогда не был снисходительным в моих атаках. После того, как закончил свои приготовления, Сун Лэй сказал ледяным тоном. Свист. После того, как он закончил говорить эти слова, тело Сун Лэй двинулось. Он превратился в луч золотого света и взорвался в направлении Чуфына. Луч света, в который превратился Сун Лэй, был наполнен силой. Это было похоже на то, что она была способна разорвать пространство. Скорость этого луча света была чрезвычайно высокой. В мгновение ока она появилась перед Чуфыном и полностью покрыла его. Бум, 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 бум. Сразу же после этого начали последовательно звучать волны взрывов, которые сопровождались свирепыми энергетическими рябями. В мгновение ока энергетические ряби и взрывы накрыли толпу и превратили радиус в несколько миль вокруг них в кромешную тьму. Битва боевых сил сделала этот регион таким, как будто он встретил судный день. Это было чрезвычайно страшно. Что касалось причины всего этого, то это было создано атаками Сун Лэя. Видя, что ситуация плохая, старый глава деревни Ма, который беспокоился о безопасности Чуфына, немедленно взмахнул рукавом. Этот взмах его рукава принес яростный шторм. Шторм рассеял неистовую энергетическую рябь, охватившую регион. Небеса это. Однако, когда волна энергии была рассеяна штормом, в то время, когда толпа была в состоянии ясно видеть все, ни один присутствующий человек не был не ошеломлен. Даже старый глава деревни Ма, который действовал, чтобы спасти Чуфына, был ошеломлен. Это было потому, что в этот момент Сун Лэй, который ранее начал эту атаку на Чуфына, фактически лежал на земле. У него был не только кровавый нос и опухшее лицо, все его тело было покрыто кровью. Он превратился просто в кровавое тело. Однако, когда толпа посмотрела на Чуфына, его тело было покрыто властной молнией. Более того, будучи охваченным молнией, он поднял свое развитие до уровня боевого короля седьмого ранга. В это время молния, охватившая Чуфына, постепенно рассеивалась. После того, как молния исчезла, развитие Чуфына вернулось к боевому королю пятого ранга. В то время, когда молния исчезла, внешность Чуфына предстала перед глазами всех. В это время толпа была в состоянии ясно видеть, что на Чуфыне не было ни малейшего следа крови. На самом деле он не был ранен ни в малейшей степени. Однако это не было важным аспектом. Важным аспектом было то, что сейчас Чуфын на самом деле наступил на Сун Лэй одной ногой. Более того, он вдруг поднял руку и сжал ее в кулак. Со звуком тыщ он ударил своим сильным кулаком по рту Сун Лэй, сокрушив его полностью. Во-первых, ты не должен был оскорблять мою мать. Во-вторых, ты не должен был соревноваться со мной в боевой силе. Однако ты сделал и то, и то. Таким образом, это твой конец. Чуфын посмотрел на Сун Лэй, на которого он наступил, и холодно произнес эти слова. Глава 1373. В любое время, в этот момент многие присутствующие были ошеломлены. Несмотря на то, что они знали заранее, что боевая сила Чуфына была очень сильной, и что он также овладел очень яростными боевыми навыками и методами, чтобы поднять его развитие, они никогда не думали, что Сун Лэй, самый сходящий с ума по битве, среди молодого поколения альянса мировых спиритистов, не сможет противостоять одному удару Чуфына. Если люди, видевшие битву между Чуфыном и Ванцоном, были в большей или меньшей степени подготовлены к этой сцене, то люди из запечатывающей древней деревни, такие как Чжоу Лун, а также Хуань Фын и его братья и сестры из альянса мировых спиритистов, можно было сказать, были совершенно и полностью ошеломлены. Никогда им не приходило в голову, что Чуфын был не только очень могущественным с точки зрения техник мирового духа, но даже его боевая сила была такой сильной. Этот парень на самом деле такой могущественный, пробормотал Чжоу Лун со страхом на лице. Только в этот момент он осознал, насколько пугающим этот молодой человек по имени Чуфын на самом деле был. В это время взгляд, которым он смотрел на Чуфына, уже не содержал презрения и враждебность. На их месте было огромное почтение, а также глубокий затяжной страх. Он сожалел, что до этого провоцировал Чуфына и стал врагом Чуфына. Это было потому, что Чуфын был точно самым сильным и самым пугающим человеком из того же поколения, которое он когда-либо видел. Что касалось Чуфына, он полностью игнорировал взгляды толпы. После того, как он закончил говорить эти слова Сунлы, он обернулся и направился к старому главе деревни Ма. «Ублюдок, я убью тебя». Однако, к всеобщему удивлению, Чуфын прошел только короткое расстояние, когда тот Сунлы, который лежал на полу, неожиданно встал. Его глаза покраснели, и боевая сила полностью покрыла его тело. Он формировал ручные печати одной рукой, пока сердит рычал. После этого его тело расцвело пылающим красным пламенем. Пылающее красное пламя бушевало без остановок. Как клинки, оно атаковало Чуфына с пугающей скоростью. Это один из самых знаменитых боевых навыков табу Альянса мировых спиритистов. Земное табу. Полыхающее рассечение пламени, когда они увидели бушующее пламя, формирующееся в клинок луча, многие эксперты начали глубоко хмуриться. Это было потому, что Сунлы не только совершал скрытую атаку сзади, он даже использовал земное табу. Полыхающее рассечение пламени – очень мощный боевой навык. Несмотря на то, что это занимало сравнительно долгий период времени, чтобы активироваться, после того, как земное табу полыхающее рассечение пламени было активировано, оно принесло бы непреодолимую мощь. Раньше было очевидно, что Сунлы терпел побои от Чуфына так, чтобы он мог собрать достаточно времени, чтобы активировать земное табу полыхающее рассечение пламени, иначе ему было бы невозможно развязать его так быстро. В это время многие люди начали потеть холодным потом за Чуфына. Они боялись не того, есть ли у Чуфына возможность противостоять этой атаке. Вместо этого они боялись, что Чуфын не сможет вовремя отреагировать из-за того, насколько близко от него была подлая атака. Если бы Чуфын был поражен ею, он, вероятно, закончил бы смертью. Таким образом, даже старый глава деревни Ма приготовился действовать и помочь Чуфыну, если бы Чуфын не смог бы сопротивляться подходящей атаке Сунлы. Он не сидел бы и не смотрел, как Чуфын был бы убит Сунлы им. Бум. Именно в момент, когда все беспокоились за Чуфына, Чуфын внезапно обернулся. В одно мгновение его тело покрылось молниями, и его развитие возросло до боевого короля седьмого ранга. Затем он поднял ладонь к небу, и над ним взорвался громовой шум. После того, как взорвался громовой шум, появилась удивительная энергия. Она на самом деле заблокировала земное табу. Полыхающие рассечения пламени Сунлы, грохот, грохот. После того, как эта странная энергия появилась, небо и земля начали трепетать. Ветер, молния, вода, огонь и земля. Эти пять различных видов элементов появились над Чуфыном одновременно. Подобно вздымающимся диким зверям, они слились воедино и быстро закружились. По мере того, как их вращение становилось все более интенсивным, дрожь этого региона становилась все сильнее и сильнее. Казалось, небо и земля вот-вот рухнут, как будто этот регион вот-вот погибнет. Это также боевой навык земного табу. Чуфыну на самом деле удалось в одно мгновение развязать боевой навык земного табу. Кроме того, такая мощь, она даже сильнее земного табу. Полыхающего рассечения пламени Сунлы. Когда они увидели эту сцену, толпа снова была ошеломлена. В это время, то, что развязал Чуфын, было земным табу, который он создал. Земное табу. Формация пяти элементов. После того, как его земное табу. Формация пяти элементов была выпущена, оно полностью подавило земное табу. Полыхающие рассечения пламени Сунлы. В это время пять элементов. Ветер, молния, вода, огонь и земля не только разбили земное табу. Полыхающие рассечения пламени мало по малу, оно также полностью покрыло небо над Сунлыем и приближалось к Сунлыю с непреодолимой силой. Ву. Хотя Сунлы был чрезвычайно высокомерным и гордым человеком, он был сродни муравью перед земным табу. Формация пяти элементов Чуфына. В это время у Сунлыя больше не осталось сил развязать другой высший навык. Это было потому, что даже если бы он должен был выпустить всю его силу, он не смог бы сопротивляться разрушительным силам земного табу. Формация пяти элементов Чуфына. Стой, остановись сейчас же. Ты желаешь убить его? Видя, что ситуация плохая, Хуаньфын и другие немедленно закричали, чтобы Чуфын остановился. Они могли сказать, что Сунлы был просто не в состоянии противостоять нападению Чуфына. Если бы это продолжалось, Сунлы, несомненно, погиб бы. Однако в это время они не могли ничего сделать, кроме как кричать, чтобы Чуфын остановился. В конце концов, ни у кого из них не было способности остановить Чуфына. В нынешней ситуации они окончательно поняли, как силен был на самом деле этот ученик горы бирюзового дерева, на которого они смотрели свысока. Он был существом, с которым никто из них не мог состязаться. Маленький друг Чуфын, этого достаточно. В это время старый глава деревни Ма заговорил с призывом к Чуфыну остановиться. В то время как он не желал, чтобы Сунлы убил Чуфына, с тем же счетом он также не желал, чтобы Чуфын убил Сунлы. Однако Чуфын проигнорировал их всех. Точно так же он продолжал контролировать свое земное табу. Формацию пяти элементов. Постепенно его атака становилась все ближе и ближе к Сунлы, заставляя его паниковать без остановок. Внезапно Сунлы не смог противостоять колоссальному давлению земного табу. Формация пяти элементов, что был вынужден встать на колени. Кроме того, поскольку давление было таким огромным, толпа даже могла слышать звук разбитых коленных чашечек. Без альтернативы оставленной ему, Сунлы крикнул. Чуфын, я признаю свое поражение, я признаю свое поражение, пожалуйста, прекрати. Его слова потрясли всех в толпе. Даже Хуаньфын и его братья и сестры не были исключением. Все они знали, какого рода персонажем был Сунлы. Он был очень тщеславным и гордым человеком, который отказывался признать свое поражение. Тем не менее, на этот раз он фактически признал свое поражение по своей воле. Это было действительно невообразимо. Тем не менее, это также косвенно показало им, насколько необычайно могущественен был Чуфын. В противном случае ему было бы невозможно привести Сунлы к такому состоянию. Хаймым, после того, как Сунлы признал свое поражение, Чуфын хладнокровно фыркнул, а затем остановил свое земное табу. Формацию пяти элементов. Однако, хотя он и прекратил это, сила земного табу. Формация пяти элементов не исчезла сразу. Вместо этого она превратилась в пять убийственных элементов, которые, казалось, сняли свои ограничения. Пронеся с собой пять нитей очень страшной силы, они слились в пространстве вокруг Чуфына. Хотя их оставшаяся сила была очень слабой, их мощь все еще была сдерживающей, как прежде. После того, как земное табу. Формация пяти элементов исчезла. Сунлы выпустил длинный вздох облегчения. Затем, со звуком тыщ, он бессильно упал на землю. В этот момент его тело было покрыто кровью, и в нем не осталось ни малейшей силы. Он был побежден, полностью разбит. Несмотря на то, что он прославился своей тиранической боевой силой, у него не было выбора, кроме как признать, что разрыв между ним и Чуфыном был вообще немаленьким. Хуань Фын, Хуань Пин, Хуань Лань, Хуань Цзин и все остальные присутствующие увидели это своими глазами. Боевая сила Чуфына значительно превосходила Сунлы. Кроме того, это было не ограничено только боевой силой. Каждый аспект Чуфына делал его кем-то, с кем Сунлы не мог сравниться. Таким образом, когда Чуфын снова начал идти к старому главе деревни Ма, чтобы забрать трофеи войны, ни один человек не произнес ни слова. Все они знали, что победа Чуфына была вполне заслуженной, и что эти трофеи войны были выиграны им. Чуфын, я не позволю этому остаться. Хотя ты выиграл против меня, это не значит, что ты сможешь выиграть против моего старшего брата. Я вернусь и приведу с собой своего старшего брата. Мало того, что он отомстит за меня, он также заберет твою жизнь. Сунлы произнес эти слова очень слабым голосом. Несмотря на то, что он признал свое поражение, ненависть, которую он испытывал к Чуфыну, только усилилась. Что касалось Чуфына, он просто улыбнулся угрожающим словам Сунлы и оставил после себя три слова. В любое время, глава 1374, больной вопрос, Сунлы и другие покинули запечатывающую древнюю деревню. Гости также покинули запечатывающую древнюю деревню. Таким образом, занавес соревнования упал. Просто драматическое изменение состояло в том, что Чуфын и Ван Цан, которых предполагалось изгнать из запечатывающей древней деревни, вместо этого были призваны остаться старым главой деревни Ма. Кроме того, после этого события многие люди стали сомневаться в том, что обман Чуфына в соревновании Силы Духа был правдой или на самом деле это было просто ложным обвинением. В конце концов, в борьбе против гениев Альянса Мировых Спиритистов, независимо от того, могло ли это быть боевым развитием или его техниками Мирового Духа, Чуфын продемонстрировал необычайный уровень достижений. Его сила была чем-то, с чем никто из молодого поколения, представленного в то время, не мог сравниться. Это был уровень силы, который намного превосходил Джоу Луна и других. С такой силой было бы естественно, разумно и справедливо, чтобы Чуфын занял первое место в соревновании Силы Духа. Таким образом, как он мог мошенничать? Старый глава деревни Мани уточнил этот вопрос. Он никому ничего не пытался объяснить. Таким образом, это заставило толпу начать делать всевозможные дикие догадки. Однако после этого вопроса, независимо от того, были ли это люди из запечатывающей древней деревни или гости, все они имели совершенно новый уровень уважения к Чуфыну. Все они поняли, насколько необычен гений Чуфын. Мало того, что он обладал огромным опытом, его сила была также очень сильной и крепкой. Даже трое из семьи Чжоу, которые ранее пришли спровоцировать Чуфына, не смели делать так снова. Мало того, что они не осмеливаются спровоцировать Чуфына снова, они даже собирались пойти извиниться перед ним. Не только они, даже их тщеславный и гордый дедушка должен был опустить голову, чтобы признать свою ошибку перед Чуфыном. Это наиболее определенно не тревожило разговоры. В этот самый момент в древней пагоде находилось шесть человек, которые принимали участие в церемонии поклонения предкам. Они были Чжоу Луном, Чжоу Ху, Чжоу Фыном и Чжоу Сытень. Кроме них четверых был Чуфын. В это время дедушка и внуки стояли перед Чуфыном. У трех Чжоу даже были выражения извинения на их лицах. Помимо пяти из них, рядом с Чуфыном был еще один человек. Это был на самом деле лидер запечатывающей древней деревни, старый глава деревни Ма. В это время старый глава деревни Ма обладал резким выражением в его глазах и холодным поведением. Его старое лицо, казалось, было наполнено злобностью, когда он яростно уставился на Чжоу Сытеня. Из этого можно было понять, что Чжоу Сытень не хотел искренне признавать свою ошибку. Вместо этого именно старый глава деревни Ма заставил его сделать это. Это было еще терпимо для трех Чжоу. В конце концов, они были убеждены силой Чуфына. Даже если им приказали извиниться перед Чуфыном, они не возражали бы против этого. Кроме того, это владыка глава деревни заставлял их делать это. Таким образом, даже если они должны были извиниться, это было бы только естественным действием, а не позором. Однако для Чжоу Сытеня это было по-другому. Несмотря ни на что, он был заместителем главы запечатывающей древней деревни. Кроме того, он собирался стать следующим главой деревни. Заставить его извиниться перед Чуфыном? Это было действительно трудно для него сделать. А что ты думаешь? Быстро извинись перед маленьким другом Чуфыном. Видя, что Чжоу Сытень колеблется, старый глава деревни Ма крикнул на него. Чуфын, мы были неправы, пожалуйста, прости нас. Услышав это, трое Чжоу не осмелились колебаться и немедленно заговорили с Чуфыном, чтобы признать свою ошибку. Кроме того, их тон был очень искренним, и их отношение было очень сердечным. Можно было видеть, что они не притворялись, и они извинялись перед Чуфын от глубины души. Просто, после того, как они закончили свои извинения, их дед все еще ничего не сказал. Более того, он даже яростно смотрел на троих с ненавистью и разочарованием. Чжоу Сытень, увидев это, старый глава деревни Масного Сердито закричал. Его тон был ледяным. Более того, в тот момент, когда он кричал имя Чжоу Сытеня, даже древняя пагода дрожала. Гнев, который он испытывал, был действительно сильным. Чувствуя ледяную холодность, испускаемую старым главой деревни Ма, чувствуя угнетающий гнев от него, выражение Чжоу Сытеня изменилось, когда в его глазах появился страх. Он знал, что старый глава деревни Ма был на самом деле в ярости. Кроме того, он также знал, каким может быть пугающим старый глава деревни Ма, когда он был в ярости. Таким образом, в конце концов, он решил отпустить свое достоинство, ужесточить свое лицо, опустить голову и сказать Чуфыну. Маленький друг Чуфын, этот старик не должен был ошибочно обвинять тебя. Здесь и сейчас я извинюсь перед тобой. Закончив произносить эти слова, Чжоу Сытень поклонился Чуфыну. Хе. Чуфын лишь слегка рассмеялся на извинения Чжоу Сытеня. Он ничего не сказал. Это было потому, что он мог сказать, что извинения Чжоу Сытеня не были искренними вообще. Такое извинение было всего лишь поверхностным усилием. Если бы присутствовали люди из запечатывающей древней деревни, если бы присутствовали гости, то, независимо от того, насколько искренним могли быть извинения Чжоу Сытеня, он, по крайней мере, смог бы вернуть Чуфыну его невиновность и репутацию. Однако, таким образом, в ситуации, где не было больше никого, извинение перед Чжоу Сытеня было абсолютно бесполезным. Увидев, что Чжоу Сытеня не испытывал никакой радости, услышав извинения, старый глава деревни Ма понял, что для него было бессмысленно принуждать Чжоу Сытеня и других извиняться перед Чжоу Сытеня, когда там никого не было. Таким образом, он махнул рукой Чжоу Сытеню, чтобы указать ему идти. Увидев это, Чжоу Сытеня не осмелился больше оставаться здесь. Он немедленно повел с собой трех Чжоу и покинул Древнюю Пагоду. Когда он уходил, он не забыл прочно закрыть вход в Древнюю Пагоду. Маленький друг Чжоу Сытеня, я знаю, что их извинения тебе не смогут ничего исправить, таким образом, этот старик подготовил это. Это то, чего ты заслуживаешь, старый глава деревни Ма передал Чжоу Сытеня пространственный мешок. Внутри этого пространственного мешка было 200 капель запечатывающей ледниковой воды и 2 миллиона боевых жемчужин. Это была награда за первое место в соревновании Силы Духа. Кроме того, награда была удвоена. Этот старый глава деревни Ма сдержал слово и передал Чжоу Сытену компенсацию, которую он обещал. Маленький друг Чжоу Сытеня, пожалуйста, будь уверен. Я не позволю тебе получать обиды без причины. После того, как этот старик закончит закрытую тренировку, после того, как я закончу дело, которое у меня есть на руках, я публично объявлю о том, что наша запечатывающая древняя деревня ошибочно обвинила вас, возвращая вам вашу невиновность, сказал старый глава деревни Ма с глубоким чувством сожаления. Старший Ма, я тебе верю. Я знаю, что ты не такой, как Чжоу Сытень. Однако я, Чжоу Сытень, не тот, кто хочет, чтобы его заклеймили ни за что. Я явно использовал свою способность, чтобы получить победу, но вместо этого меня объявили мошенничающим. Таким образом, я также с нетерпением жду того дня, когда ваша запечатывающая древняя деревня вернет вам цену и мне невиновность. Тем не менее, в это время я, Чжоу Сытень, только хочу получить предметы, которые я выиграл. В соревновании между Чжоу Луном и Хуань Фыном, Чжоу Лун проиграл часть запечатывающего ледника. В соревновании между мной и Хуань Фыном я выиграл тот же запечатывающий ледник у него. Таким образом, запечатывающий ледник, который проиграл Чжоу Лун, теперь должен быть моим, старый глава деревни Ма. Я надеюсь, что вы можете передать мне запечатывающий ледник, который я выиграл, сказал Чжоу Фын. Он не слишком заботился о том, чтобы быть обвиненным неправильно. Больше всего его беспокоил запечатывающий ледник. В конце концов, это был решающий компонент для его развития. Это. Однако, услышав, что сказал Чжоу Фын, старый глава деревни Ма начала хмуриться. У него было выраженное затруднение. Старший Ма, что случилось? Вы ведь не могли отказаться от оплаты, верно? Если это действительно так, то Чжоу Фын действительно неверно судил о тебе. Видя реакцию старого главы деревни Ма, на лице Чжоу Фына появился гнев. Это было уже чрезмерно для старого главы деревни Ма неверно обвинять его. Если бы он отказался также передать запечатывающий ледник, то это было бы действительно чрезмерным. Это также означало бы, что Чжоу Фын доверял ему напрасно. Нет, этот старик определенно не имел намерения не платить, просто, эх. Старый глава деревни Ма вздохнул беспомощно. Затем он развел руками и начал быстро формировать ручные печати. Вскоре из него вырвалась безграничная духовная сила и влилась в пик древней пагоды. В это время древняя пагода начала дрожать и спускать небольшое сияние. Вскоре это сияние стало ярче и ярче. В конце концов, это превратилось в вход мирового духа. Этот вход мирового духа был чрезвычайно особенным. Чжоу Фын смог с одного взгляда сказать, что другой конец, с которым этот вход мирового духа был связан, определенно был немалым делом. Маленький друг Чжоу Фын, пожалуйста, следуй за этим стариком. После того, как ты увидишь это, ты поймешь. Старый глава деревни Ма сказал эти слова и полетел во вход духовной формации. Глава 1375 Причина ложного обвинения. Видя, что старый глава деревни Ма вошел во вход мирового духа, Чжоу Фын изначально думал о том, чтобы тоже войти и следовать за ним. Чжоу Фын, ты действительно собираешься войти? Ты действительно так сильно доверяешь этому старому пердуну? Ты не боишься, что он убьет тебя, чтобы заставить тебя замолчать после того, как ты войдешь? Именно в этот момент сладкозвучный голос яичка внезапно прозвучал в ушах Чжоу Фына. Ее тон был осторожным и беспокойным. Если бы он хотел убить меня, он уже убил бы меня. В этой запечатывающей древней деревне нам просто невозможно уйти от его хватки. Яичко, я знаю, что ты беспокоишься о моей безопасности. Однако, в сложившейся ситуации, единственный выбор, который у меня есть, доверять ему. Кроме этого, альтернативы нет, сказал Чжоу Фын яичко. То, что ты говоришь, тоже разумно. Поскольку это так, тогда ты принимаешь решение, сказала яичко. Миледи Королева, пожалуйста, будь уверена. Для тебя я обязательно буду все тщательно рассматривать, сказал Чжоу Фын с лучезарной улыбкой. Он действительно наслаждался, когда яичко беспокоилось за него. Верно. Для меня ты должен вникать во все тщательно. Услышав, что сказал Чжоу Фын, яичко улыбнулось. Мало того, что ее голос был очень приятным, он был очень мягким и нежным, что было очень редким для яичко. Особенно ее пара очаровательных глаз. Даже хотя они были сощурены от ее улыбки, они были очень очаровательны. Услышав эти слова, сердце Чжоу Фына затрепетало. Поскольку яичко было в нем, он мог видеть внешность яичко в своем разуме в любое время. Увидев очаровательную улыбку яичко, Чжоу Фын начал слегка краснеть. Он не знал, как он должен был ответить. Маленький друг Чжоу Фын, заходи. Именно в это время голос старого главы деревни Ма прозвучал из входа мирового духа. Услышав это, тело Чжоу Фына двинулось, и он пролетел через этот вход мирового духа. Пройдя через вход мирового духа, Чжоу Фын прибыл в изолированное пространство. Это пространство было не очень большим и выглядело как изысканный дворцовый зал. Просто этот дворцовый зал был вовсе не дворцовым залом. На самом деле, он был чрезвычайно необычным. Это место на самом деле было духовной формацией. Сам дворцовый зал был необычайной духовной формацией. Вокруг этой формации собралось много запечатывающей ледниковой воды. По приблизительной оценке Чжоу Фын подозревал, что здесь было по крайней мере 120 тысяч капель запечатывающей ледниковой воды. Богатая аура запечатывающей ледниковой воды полностью покрыла дворец, давая ощущение расслабленности в уме. Помимо этого, Чжоу Фыну также удалось почувствовать ауру, которая превосходила запечатывающую ледниковую воду. Эта аура была очень похожа на ауру запечатывающей ледниковой воды. Однако, она была во много раз сильнее, чем аура, даваемая запечатывающей ледниковой водой. Чжоу Фын заподозрил, что аура, скорее всего, была от запечатывающего ледника. Таким образом, Чжоу Фын чувствовал, что в этом месте должен был быть запечатывающий ледник. К сожалению, независимо от того, как Чжоу Фын искал его, он не смог найти никаких следов запечатывающего ледника. Хотя Чжоу Фын и не обнаружил запечатывающий ледник, Чжоу Фын обнаружил источник этой ауры. Он испускался из центра формации. Просто в центре формации не было абсолютно ничего. Когда он увидел пустое место, Чжоу Фын повернулся к старому главе деревни Ма и спросил. Неужели это место, где хранился запечатывающий ледник? Верно. Как ты сказал, это место, место, где запечатывающий ледник хранился. Эта формация здесь была установлена предком запечатывающей древней деревни. Что касается запечатывающей ледниковой воды здесь, то она формируется из запечатывающего ледника посредством использования этой формации. К сожалению, это место больше не создает запечатывающую ледниковую воду. Это потому, что эта формация уже остановилась. Что касается причины, по которой эта формация остановилась, то это потому, что ядра этой формации запечатывающего ледника больше нет здесь. Таким образом, маленький друг Чжоу Фын, это не значит, что этот старик собирается вернуть его слово и отказывается дать тебе запечатывающий ледник. Напротив, это то, что наша запечатывающая древняя деревня больше не обладает запечатывающим ледником, сказал старый глава деревни Ма беспомощно. Что запечатывающий ледник исчез в таком случае, куда он подевался? Обнаружив, что запечатывающий ледник, который он хотел, исчез, Чжоу Фын сразу стал беспокоиться. Потерян, кто-то украл его, сказал старый глава деревни Ма. Когда он произнес эти слова, у него на лице было совершенно беспомощное выражение. Тем не менее, он был очень спокоен. Можно было видеть, что запечатывающий ледник был не только потерян. Иначе, для старого главы деревни Ма было бы невозможно быть таким спокойным, что именно здесь происходит, поспешно спросил Чжоу Фын. У него не было выбора, кроме как спросить. Запечатывающий ледник был чрезвычайно важен для него. Это секрет нашей запечатывающей древней деревни. Хотя я могу рассказать маленькому другу Чжоу Фыну об этом, я надеюсь, что ты поможешь мне сохранить эту тайну, сказал старый глава деревни Ма. Будь уверен, я, Чжоу Фын, обязательно буду держать мои губы плотно сжатыми. Без твоего разрешения, я никому не буду говорить об этом, сказал Чжоу Фын. Имым этот старик верит в моральный характер маленького друга Чжоу Фына. Иначе я бы не привел тебя сюда. Вообще-то, причина, по которой я привел тебя сюда, это то, что я хочу все тебе объяснить. Старый глава деревни Ма оказался очень печальным. Затем он сказал. Это правда, что запечатывающий ледник был украден. Тем не менее, я не знаю, кто его украл. В то время, когда он был потерян, я не заметил ничего. Даже защитная формация, которая была установлена вокруг него, была полностью не повреждена. Если бы я не пришел сюда, чтобы собрать запечатывающую ледниковую воду, я бы просто никогда не обнаружил, что запечатывающий ледник был украден. К счастью, предок нашей запечатывающей древней деревни создал эту формацию безупречно. Он даже мог собирать ауры всех людей, которые вошли в это место. Самое главное, что до тех пор, пока у него будет достаточно ауры, он сможет активировать следящую формацию, чтобы определить местонахождение этого человека, отслеживая его или ее. Когда я обнаружил, что произошло, я все время уходил в закрытую тренировку и использовал все свои силы, чтобы активировать формацию. Наконец, мне удалось собрать следы ауры человека, который украл запечатывающий ледник. Хотя это был всего лишь след, до тех пор, пока у меня есть время, я рано или поздно смогу собрать еще больше его или ее ауры. В то время как я смогу собрать достаточное количество, я смогу активировать отслеживающую формацию и выяснить, где человек, который украл наш запечатывающий ледник. Просто, я также должен заплатить определенную цену, чтобы это осуществить. Я должен войти в закрытую тренировку, чтобы сделать это. Для того, чтобы как можно быстрее выследить и восстановить запечатывающий ледник, я должен как можно скорее пройти закрытую тренировку. Это также главная причина, по которой я передаю позицию главы деревни Джоу Сытиню. В конце концов, запечатывающий ледник имеет основополагающее значение для выживания нашей запечатывающей древней деревни. Если мы не восстановим запечатывающий ледник, то наша запечатывающая древняя деревня не только будет разрушаться с этого момента, не было бы невозможным для нас в один день погибнуть от этого. Вот почему я пошел против своей совести и ошибочно обвинил маленького друга Чуфына. Это также то, почему я иду против моего обещания и не вручаю запечатывающий ледник маленькому другу Чуфыну. Однако, маленький друг Чуфын, пожалуйста, будь уверен. В то время, когда я верну наш запечатывающий ледник, я обязательно верну вам вашу невиновность. Даже если моя репутация будет сметена, я все равно буду следить за тем, чтобы все знали, что вы невиновны. Кроме того, в то время я представлю тебе двойное количество запечатывающего ледника, что ты выиграл. Старый глава деревни Ма был чрезвычайно извиняющимся и искренним, когда обещал это Чуфыну. Глава 1376 Неужели это он? Старший Ма, я вовсе не то, что не доверяю тебе. Однако, если вы не можете найти этого человека или обнаружите, что запечатывающий ледник больше не находится в его руках после обнаружения этого человека, что мы тогда будем делать? Спросил Чуфын. Он очень волновался. Это не было беспочвенным беспокойством. Поскольку этот человек был способен украсть запечатывающий ледник запечатывающей древней деревни, оставшись незамеченным ими, это означало, что этот человек обладал необычайной силой. Даже такой человек, как старый глава деревни Ма мог не обязательно быть ровнее этому человеку. Короче говоря, поскольку запечатывающий ледник был потерян, восстановить его было бы нелегко. Срок, год. Если через год я не смогу вернуть невиновность маленького друга Чуфына, если я не смогу представить тебе запечатывающий ледник в течение года, то я, Ма, предложу свою смерть в качестве извинения тебе. Перед моей смертью я публично объявлю об этом, поклялся старый глава деревни Ма. Услышав эти слова, сердце Чуфына независимо от того, как он это видел, он не думал, что старый глава деревни Ма шутит. Старый глава деревни Ма был серьезен в своей смертельной клятве. Старший Ма, ты уверен, что след ауры, которую ты собрал, это человек, который украл запечатывающий ледник? Спросил Чуфын. Эта формация безупречна. Я провел осмотр через использование этой формации и собрал следы ауры из этого. Таким образом, я уверен, что эта аура определенно является аурой человека, похитившего запечатывающий ледник. Уверенно сказал старый глава деревни Ма. В таком случае, какую часть ауры тебе нужно собрать, чтобы активировать следящую формацию? Спросил Чуфын. Честно говоря, я собрал всего 5% требуемой ауры. Мне все равно нужно будет собрать остальные 95%, чтобы активировать следящую формацию, беспомощно сказал старый глава деревни Ма. Такого огромного количества на самом деле не хватает. Услышав эти слова, нахмуренные брови Чуфына начали хмуриться еще больше. Исходя из этого, даже если бы старый глава деревни Ма мог найти человека, который украл запечатывающий ледник, ему потребовалось бы довольно много времени. Один год временного ограничения, который он дал себе, мог даже не быть достаточным. Поразмыслив немного, Чуфын сказал. Старший Ма, вы можете позволить мне рассмотреть ауру, которую вы собрали. Хотя это маловероятно, я мог бы немного помочь вам. Конечно, я могу это сделать. Старый глава деревни Ма согласился с предложением Чуфына тут же. Пока он говорил, он вытащил из-за пазухи нефритовую бутылку. После того, как он открыл бутылку, слабая аура выплыла из нее. Как маленькая змея, она начала вращаться вокруг этой нефритовой бутылки. В это время Чуфын закрыл глаза. Он высвободил свою духовную энергию и начал чувствовать ауру своим сердцем. Он планировал запомнить эту ауру в случае, если он столкнулся бы с ней в будущем. Если бы ему случилось столкнуться с ней, он смог бы уведомить старого главу деревни Ма. Это было, как сказал Чуфын, такая надежда была очень тонкой, вряд ли была бы какая-то помощь. Однако, помимо этого, не было ничего, что мог бы сделать Чуфын. Это аура. Внезапно Чуфын открыл свои закрытые глаза. В то же время на его лице появилось выражение шока и восторга. Он сказал, неужели это он? Увидев реакцию Чуфына, старый глава деревни Ма был потрясен. Сразу после этого, как будто он схватил надежду, он поспешно спросил. Маленький друг Чуфын, неужели ты узнаешь хозяина этой ауры? Я действительно несколько знаком с этой аурой. Это похоже на человека, которого я знаю. Однако эта аура слишком слаба. Поэтому я не могу быть полностью уверенным в том, может ли это быть тот человек, кивнул Чуфын. Однако он не дал ясного ответа. Так вот как, старый глава деревни Ма не был дураком. Он мог сказать, что Чуфын, скорее всего, думал о ком-то. И этот человек мог быть виновником, человеком, который украл запечатывающий ледник. Чуфын просто не хотел говорить ему, кто этот человек. Несмотря на то, что старый глава деревни Ма хотел узнать, кто именно тот человек, что Чуфын подозревал в своем сердце, он не стал спрашивать об этом Чуфына. На самом деле Чуфын действительно подозревал кого-то в своем сердце. Что касалось этого человека, именно преступник убил деда Сымаин во владении бирюзового дерева, величайший враг Сымаин, предатель альянса мировых спиритистов, Ханьхылой. Несмотря на то, что Чуфын смог только наблюдать грандиозную битву между Ханьхылой, Сымой Холей и старейшиной Хунмо, Чуфын сумел ясно запомнить ауру Ханьхылая в своем сердце и не мог и не хотел ее забыть. В этот момент аура, которую старый глава деревни Ма позволил Чуфыну исследовать, была очень похожа на ауру Ханьхылая. Таким образом, после рассмотрения вопроса, Чуфын не сообщил старому главе деревни Ма о его подозрении. В конце концов, Ханьхылой обладал относительно особым статусом. Более того, этот человек был чрезвычайно опасен. Если бы он сообщил старому главе деревни Ма, кого он подозревал, не будучи абсолютно уверенным, что это он, это могло создать неприятности. Внезапно старый глава деревни Ма спросил. Маленький друг Чуфын, этот человек, которого ты подозреваешь прямо сейчас, твой друг. Он был очень беспокойным. Однако на него нельзя было возлагать вину. В конце концов, для него этот вопрос был чрезвычайно важен. В конечном счете, предмет, который был потерян, был сокровищем их запечатывающей древней деревни. Нет, не друг. Вместо этого он враг. Однако этот вопрос не является чем-то малым. Поэтому, если я не буду абсолютно уверен, я не могу сказать старшему Ма, кого я подозреваю, честно ответил Чуфын. Покуда это не друг маленького друга Чуфына, тогда этот старик расслаблен. Старый глава деревни Ма почувствовал себя немного более расслабленным. Он очень хорошо знал, что в настоящее время он находился на том же фронте, что и Чуфын. Если этот человек был действительно врагом Чуфына, то даже если Чуфын не сказал бы ему, кто этот человек сейчас, он рано или поздно сказал бы ему, кто этот человек. Однако, если этот человек был вместо этого другом Чуфына, все могло бы стать намного более трудным. Таким образом, когда он был уверен, что это был враг Чуфына, а не друг, ему стало намного легче. Старший Ма, если ты мог получить ауру этого человека, которого я подозреваю, мог бы ты выяснить был ли этот человек тем, кто украл запечатывающий ледник? Спросил Чуфын. Естественно, отслеживающая формация нашей запечатывающей древней деревни именно здесь именно для того, чтобы не дать другим украсть наш запечатывающий ледник. Покуда маленький друг Чуфын способен собрать достаточную ауру, я смогу использовать формацию, которую мой предок оставил, чтобы определить, является ли этот человек виновником, который украл наш запечатывающий ледник, с уверенностью сказал старый глава деревни Ма. Маленький друг Чуфын, неужели ты можешь получить ауру того человека, которого ты подозреваешь? Спросил старый глава деревни Ма в прощупывающей манере. Для него этот вопрос был чрезвычайно важен. Я не смею гарантировать, однако, я могу попробовать, сказал Чуфын. В таком случае, какой процент уверенности у тебя есть? Спросил старый глава деревни Ма. 50% Сказал Чуфын. Если это так, это было бы действительно здорово. Услышав, что сказал Чуфын, старый глава деревни Ма возрадовался. Даже несмотря на то, что его улыбка была не совсем отчетливой, в первый раз Чуфын увидел, что старый глава деревни Ма улыбается так счастливо. Однако, в этом нельзя было винить старого главу деревни Ма. В конце концов, для него было бы невозможно не быть хоть немного счастливым. Первоначально у него был только один способ найти человека, который украл их запечатывающий ледник. Что касалось этого метода, он должен был пройти закрытую тренировку и использовать все свои силы, чтобы активировать формацию, чтобы постепенно собрать ауру. После этого ему пришлось бы использовать отслеживающую формацию для поиска местонахождения вора. Такого рода метод был очень сильно взимающим налог с силы духа. Кроме того, это было очень потребляющим время. Даже старый глава деревни Ма знал, что это не лучший способ. Однако это был единственный способ, который был доступен ему. Тем не менее, в это время Чуфын дал ему надежду. Таким образом, как он мог не быть счастливым. Тайна в восторге. Даже если он хотел не быть счастливым, это было бы чрезвычайно сложно. Глава 1377. Определенно способный прорваться. После этого Чуфын некоторое время побеседовал со старым главой деревни Ма и задал некоторые вопросы старому главе деревни Ма, чтобы получить примерный временный отрезок, в который был украден запечатывающий ледник. Сравнив временные рамки с событиями, связанными со смертью Сыма Холи, Чуфын обнаружил, что временный отрезок, в который был украден запечатывающий ледник, был после смерти Сыма Холи, но до прибытия Чуфына во владение альянса. Со способностью Ханьхылая было чрезвычайно возможно, что он вернулся во владение альянса после убийства Сыма Холи. Таким образом, после рассмотрения сроков Чуфын почувствовал, что еще более вероятно, что человеком, похитившим запечатывающий ледник, действительно был Ханьхылой. Старший Ма, этот человек, мой враг, а также враг моего друга. Родственники одного из моих друзей были убиты этим ублюдком. Что касается этого ублюдка, он чрезвычайно силен, хитер и с ним сложно иметь дело. Если я смогу убедиться, что этот ублюдок был человеком, который украл запечатывающий ледник, это будет означать, что у нас есть общий враг. В то время я мог бы проинформировать моего друга или людей, наиболее близких к моему другу, о том, что произошло в запечатывающей древней деревне, чтобы они могли помочь вам справиться с этим человеком вместе, спросил Чуфын. Это не проблема. Пока мы можем найти человека, который украл запечатывающий ледник, ничего не будет проблемой. Даже если бы вы объявили всему миру, что у нашей запечатывающей древней деревни был украден запечатывающий ледник, это тоже не было бы проблемой, поклялся старый глава деревни Ма. Можно было видеть, что восстановление запечатывающего ледника было для него гораздо более важным. В таком случае, с этим вопросом будет намного проще разобраться, услышав эти слова, Чуфын улыбнулся и кивнул. Он действительно уже продумывал о план. Чуфын планировал отправиться в Альянс Мировых Спиритистов, чтобы найти Сымаин, чтобы она помогла ему найти предметы в Альянсе Мировых Спиритистов, которые могли бы содержать ауру Ханьхэлая. Чуфын чувствовал, что, поскольку Ханьхэлай долгое время был в Альянсе Мировых Спиритистов, он определенно оставил бы много вещей, которые содержали его ауру. После того, как он найдет предметы, он вернется сюда вместе с Сымаин и заставит старого главу деревни Ма использовать формацию, чтобы определить, был ли тот человек, который украл запечатывающий ледник Ханьхэлайм или нет. Если человек, который украл запечатывающий ледник, не был Ханьхэлайм, тогда не было бы ничего, что они могли бы сделать. Однако, если человек, который украл запечатывающий ледник, был Ханьхэлайм, тогда совсем было бы намного проще справиться. Чуфын мог заставить Сымаин связаться с экспертами Альянса Мировых Спиритистов и пригласить их в запечатывающую древнюю деревню. Затем, используя специальную формацию в запечатывающей древней деревне, они могли отследить место Ханьхэлая. Пока они были в состоянии выяснить, где находится Ханьхэлай, они не только могли бы восстановить запечатывающий ледник, но также могли бы помочь Сымаин уничтожить ее великого врага и отомстить за своих родственников. Маленький друг Чуфын, если ты действительно можешь помочь мне найти того, кто украл наш запечатывающий ледник, тогда я, Ма, определенно отблагодарю тебя после того, как мы восстановим запечатывающий ледник, сказал старый глава деревни Ма. Старший Ма, даже если ты хочешь поблагодарить меня, ты должен подождать, пока я действительно помогу тебе. Прежде чем так поступать, Чуфын не отказывался от желания старого главы деревни Ма поблагодарить его, просто он также не слишком надеялся. В конце концов, прежде чем он мог добыть запечатывающий ледник, все остальное было только пустым разговором. И мы, маленький друг Чуфын, в таком случае, когда ты планируешь уйти, спросил старый глава деревни Ма. Я планирую уйти сегодня, сказал Чуфын. Маленький друг Чуфын, я знаю, что ты хочешь быстро убедиться в этом деле. Однако, даже если ты срочно пытаешься мне помочь, я думаю, что тебе все равно лучше уйти через несколько дней, сказал старый глава деревни Ма. Старший Ма, есть ли что-то, что вам нужно, спросил Чуфын. Нет, у этого старика нет никакого дела, которым ему нужно заняться. Просто, согласно моему пониманию Альянса Мировых Спиритистов, они не пришли бы в нашу запечатывающую древнюю деревню, чтобы спровоцировать нас без какой-либо поддержки позади них. Это особенно справедливо для тех четырех молодых людей. Таким образом, я думаю, что, согласно тому, как Альянс Мировых Спиритистов вел дела, у четырех из них будет поддержка за ними. Если я не ошибаюсь, они скоро найдут своего помощника и вернутся в запечатывающую древнюю деревню, чтобы создать проблемы для тебя. В то время, если ты останешься в запечатывающей древней деревне, этот старик сможет защитить тебя. В конце концов, ты являешься гостем нашей запечатывающей древней деревни. Логично и разумно, я должен защищать тебя. Однако, если ты собираешься отправиться из запечатывающей древней деревни, мне будет трудно защитить тебя. Если ты столкнешься с ними в тот момент, когда ты уйдешь, это станет опасным для тебя. Таким образом, маленький друг Чуфын, ради твоей безопасности, тебе лучше остаться на некоторое время, сказал старый глава деревни Ма. Очень хорошо, я сделаю так, как предлагает старший Ма, Чуфын не был дураком. Он знал, что старый глава деревни Ма точно хотел найти человека, который украл запечатывающий ледник больше, чем кто-то еще. Тем не менее, в это время он действительно говорил, чтобы Чуфын подождал. Это означало, что он определенно не лгал и действительно думал о безопасности Чуфына. Однако Чуфын почувствовал иронию в том, что люди, которые могли бы ему помочь сейчас, были именно членами Альянса Мировых Спиритистов. Однако наибольшей опасностью для него были определенные люди из Альянса Мировых Спиритистов. Казалось, что он и Альянс Мировых Спиритистов были действительно объединены судьбой. Однако, хотя это имело место, Чуфын не планироваться поднимать Сыма Ин в качестве защитного щита. В конце концов, Сыма Ин была всего лишь человеком из молодого поколения. Кроме того, не было доказательств того, что он каким-либо образом связан с ней. Даже если бы он собирался упоминать ее, люди из Альянса Мировых Спиритистов могли бы не обязательно ему доверять. Таким образом, несмотря на то, что Сун Ли, Хуань Фын и другие привели бы помощников и неприятности к нему, Чуфын не имел другого выбора, кроме как укрыться в запечатывающей древней деревне и решить проблему сам. После этого Чуфын вернулся в запечатывающую древнюю деревню и резиденцию, предоставленную ему старым главой деревни Ма. В тот же день дедушка Суни и бабушка Лин пришли, чтобы найти Чуфына. Они твердо верили в то, что Чуфына ошибочно обвиняли в соревновании силы духа раньше. Таким образом, они пришли, чтобы извиниться перед Чуфыном от имени запечатывающей древней деревни. Этот вопрос был просто не связан с ними. Тем не менее, двое из них ранее пытались держаться за Чуфына. Таким образом, впечатление Чуфына о дедушке Суни и бабушке Лин было превосходным. Мало того, что он не собирался их обвинять, он был даже очень им благодарен. Однако, к удивлению Чуфына, после дедушки Суни и бабушки Лин, Трои Чжоу, Чжоу Лун, Чжоу Ху и Чжоу Фын также прибыли к его двери. Цель их прибытия была также большим сюрпризом для Чуфына. Они действительно пришли, чтобы извиниться и признать свои ошибки. Если они извинились перед Чуфыном раньше, потому что старый глава деревни Ма их заставил, то на этот раз они определенно делали это с искренностью. Это было потому, что, кроме извинения и признания своей ошибки Чуфыну, они даже говорили о многих других вещах. Основное содержание их слов было в основном извинением, просящим, чтобы Чуфын не принял это близко к сердцу, чтобы дать им еще один шанс и, если возможно, они хотели бы суметь подружиться с Чуфыном. Из этих слов можно было увидеть, что трое из них действительно хотели облегчить плохие отношения, которые они имели с Чуфыном. Что касалось Чуфына, он не был мелочным человеком. Поскольку они были настолько искренни в своих извинениях, и они ничего по-настоящему не сделали ему, Чуфын решил дать им возможность дружить с ним. После того, как Тро и Джо ушли, многие другие жители запечатывающей древней деревни пришли навестить Чуфына. Кроме того, все они пришли с подарками. Все они были людьми, которые хотели иметь связь с Чуфыном после того, как узнали, насколько он могуществен. Для тех, кто силен, всегда найдутся бесчисленные люди, которые хотели бы приблизиться к ним, это было просто человеческой натурой. Однако Чуфын был человеком, которому не нравилось иметь дело с такими людьми. Если бы это было в любое другое время, Чуфын определенно не беспокоился бы о них. Просто в этот раз все было несколько иначе. В конце концов, он был их гостем. Как говорится, гость должен подчиняться мастеру. Когда они пришли навестить его с доброй волей и подарками, было неприлично Чуфыну отказать им. Позже это дедушка Суни и бабушка Лин заметили, что Чуфын начинал чувствовать раздражение. Они выступили вперед и заявили, что Чуфыну необходимо принять надлежащий отдых и полностью заблокировали всех жителей деревни, которые хотели углубить свои отношения с Чуфыном за дверями. Однако двое из них не смогли заблокировать одного человека. Что касалось этого человека, то это был Ван Цан. Цель визита Ван Цана к Чуфыну также стала для него неожиданностью. Он действительно пришел, чтобы доставить сокровища Чуфыну. Что касалось сокровищ, это был не только пространственный мешок, который содержал все его сокровища. Была также вещь, которую Чуфын жаждал больше всего. Подобный навозу ресурс развития. Логично, что это были предметы, которые Чуфын выиграл в паре против Ван Цана. Тем не менее, Ван Цан, прибывший для доставки этих предметов Чуфыну по собственной инициативе, стал большим сюрпризом для Чуфына. В конце концов, манера поведения Ван Цана была чрезвычайно бесстыдной. По логике, он просто не мог взять на себя инициативу признать свое поражение и даже доставить сокровища тому, кем он был побежден. Но именно это и сделал Ван Цан. Таким образом, это дало Чуфыну совершенно новый уровень понимания относительно Ван Цана. Он чувствовал, что Ван Цан был человеком, который выделялся из масс, человеком, который был поистине непостижим. Тем не менее, по какой-то неизвестной причине, он чувствовал, что характер Ван Цана тоже был очень хорошим. После этого Чуфын и Ван Цан поболтали некоторое время. Чуфын обнаружил, что старый глава деревни Ма также попросила Ван Цана остаться в запечатывающей древней деревне еще пару дней. Кроме того, он также тайно дал Ван Цану двойную награду, которую он должен был получить за второе место в соревновании Силы Духа. Более того, старый глава деревни Ма также пообещал Ван Цану, что он обязательно вернет ему его невиновность в пределах года. Однако Ван Цан не собирался долго оставаться в запечатывающей древней деревне. Оказалось, что причина, почему он пришел срочно передать предметы, которые он проиграл в игре против Чуфына была в том, что он собирался уйти. Он пришел попрощаться с Чуфыном. Этот заика, он на самом деле не взял вещи, которые он поиграл тебе не ушел в тайне, а вместо этого пришел, чтобы принести их тебе. Это отличается от его обычного бесстыдства. В конце концов, это соревнование Силы Духа, когда смотришь на него с точки зрения постороннего, ты и Ван Цан мошенничали. Таким образом, вне зависимости от того, насколько выдающимися могут быть ваши результаты, все они будут бесполезны. Таким образом, у него была бы причина не отдавать эти предметы тебе. Тем не менее, он, все же, сделал это, после того, как Ван Цан ушел, сказала в удивленной манере яичко. Хотя его манеры поведения чрезвычайно бесстыдны, его моральный характер не бесстыден. Кто-то вроде него, возможно, может казаться плохим человеком на поверхности, но на самом деле он вовсе не плохой, сказал Чуфын. Кажется, ты действительно любишь этого заику, яичко озорно улыбнулось. Я действительно обладаю некоторой признательностью этому Ван Цану. Однако, по сравнению с ним, я больше люблю эту вещь, которую он мне дал, когда Чуфын говорил, он смотрел на черную субстанцию в его руке. Чувствуя энергию, содержащуюся в ней, Чуфын проявлял улыбку радости. На этот раз Чуфын был практически уверен, что как только он очистит ее, он определенно сможет добиться прорыва до боевого короля шестого ранга. Глава 1378. Муж в сердце королевы. В этот вечер Ван Цан покинул запечатывающую древнюю деревню. Никто не знал, куда он пошел. Таким образом, по сравнению с Чуфыном, личность Ван Цана казалась даже более загадочной. Однако это уже не имело значения. Это было потому, что после соревнований между Чуфыном и Хуань Фыном, а затем Чуфыном и Сун Лэй, блеск Чуфына полностью затмил Ван Цана. В это время, независимо от того, остались ли они гостями или жителями запечатывающей древней деревни, единственной вещью в их разумах был Чуфын. Единственным человеком, который задавался вопросом о происхождении Ван Цана, был Чуфын. Это было потому, что после того, как Чуфын закончил очищение этого куска похожего на навоз предмета, полученного от Ван Цана, Чуфын, как он и ожидал, достиг прорыва. Нынешний Чуфын теперь обладал развитием боевого короля шестого ранга. В святой земле воинственности такого рода развитие можно было бы назвать незначительным. Среди того же молодого поколения развитие Чуфын также не могло считаться сильнейшим. В лучшем случае можно было сказать, что он находится посередине. Тем не менее, его развитие боевого короля шестого ранга, если бы оно было расположено в регионе Восточного моря, сделало бы его существом высшего уровня. С боевой силой Чуфына и его нынешним развитием, он стал бы легендой, которую не остановить никому в регионе Восточного моря. Не было бы даже чрезмерным для него быть объявленным богом. Однако, сколько лет было Чуфыну? Ему было всего лишь 20 с небольшим. Если бы эксперты старшего поколения из региона Восточного моря узнали о нынешней силе Чуфына, кто знал, каким было бы их умонастроение? Интересно, как поживают Зелин и другие сейчас? Те старшие, которые дали мне указатели и братья и сестры моей семьи Чуф все еще в порядке. В этот момент Чуфын стоял рядом с окном и смотрел на Луну. Он начал подсознательно вспоминать своих родственников, друзей и любимых женщин, которых он оставил в регионе Восточного моря. Уже не в первый или во второй раз он вспомнил тех людей, которые были с ним глубоко связаны. В конце концов, для человека, который борется в одиночку на чужбине, даже если этот человек был очень сильным и решительным человеком, у него все же были бы моменты одиночества. Мне действительно интересно, когда я смогу увидеть вас всех снова. Я искренне надеюсь, что этот день наступит скорее. Однако нынешний я по-прежнему не способен защитить вас всех. Нынешний я все еще слишком слаб. Я действительно не знаю, когда я буду достаточно силен, чтобы защитить всех вас от зла, защитить все, что я лелею. Когда Чуфын заговорил, он посмотрел на правый кулак, который был крепко сжат. Он начал сжимать кулак крепче или крепче. В то же время чувство в сердце Чуфына становилось все более и более сложным. Неосознанно Чуфын провел в Святой Земле воинственности уже белее года. В этот период развития Чуфына ушло с боевого владыки 8-го ранга до боевого короля 6-го ранга. Такую скорость развития можно назвать поразительно быстрой. Это было нечто, что некоторые люди не могли выполнить за всю свою жизнь или даже несколько жизней. Однако, хотя это было так, Чуфын все еще был очень недоволен своей скоростью прогресса. Это потому, что ответственность, которую он взял на себя, была действительно слишком велика. Это было так тяжело, что простые люди не могли этого представить. Несмотря на то, что его скорость прогресса была чрезвычайно высокой, хотя он сильно дистанцировался от товарищей, с которыми он ранее боролся, он прекрасно знал, что во внешнем мире, в этой его неизвестной семье, было бесчисленное количество гениев. У всех этих гениев была та же фамилия, что и у него. В них текла кровь, такая же, как у него. Они были одной и той же родословной. Однако достижения, которые они получили, были совершенно разными. В то время, когда Чуфын все еще упорно боролся за ресурсы развития, даже рискуя своей жизнью в этом процессе, он мог вообразить, что эти гении обладают неограниченным количеством ресурсов для их использования. Для них повышение их развития может быть чрезвычайно простым и тривиальным делом. Хотя Чуфын и не знал, какое развитие имеют люди его поколения в его семье во внешнем мире, он мог догадаться, что эти люди определенно будут очень могущественными, более могущественными, чем он сейчас. Возможно, любой случайно из них сможет подавить всех людей своего поколения в святой земле воинственности. Когда даже молодое поколение было таким, каким было бы старшее поколение. Такая семья, насколько сильной она будет? Такая семья, насколько пугающей она могла быть? Однако именно семья должна была стать главным врагом Чуфына в будущем, существом, которое он должен был победить. Столкнувшись с неизвестным крупным врагом, таким как его семья, как мог Чуфын с его нынешним развитием достигать чего-то? Возможно, сказать, что он был бы муравьем перед ними уже было бы тем же, что говорить о себе высоко. Эх, думая до этого момент, Чуфын глубоко вздохнул. Маленький и слабый, когда он смог бы, наконец, оторваться от того, насколько он маленький и слабый. Чувствуя беспокойство Чуфына, Яичко сказала ему, Чуфын, не давай себе слишком много давления. В таких обстоятельствах, полагаясь только на себя, шаг за шагом используя только свои силы, скорость, с которой ты прогрессируешь, уже очень быстрая. Я верю, что твои родители не будут винить тебя. Я также верю, что рано или поздно ты станешь могущественным. В течение этого периода времени эта королева всегда будет сопровождать тебя. Будь уверен, со мной здесь не будет никаких неудач. Голос Яичко был очень нежным и мягким. Для нее было очень редко так поступать. Однако каждый раз, когда она вела себя так нежно и мягко, сердце Чуфына таяло из-за нее. Независимо от того, как досадно и подавленно Чуфын себя чувствовал, пока он слышал нежный и мягкий голос Яичко, он забывал обо всех тех вещах, которые его раздражали, и находил силы двигаться вперед. К счастью, у меня есть ты, миледи королева. С тем, какой хорошей ты была со мной, как я должен отплатить тебе. Как насчет этого, я посвящу свою жизнь тебе и возьму тебя как свою жену, как ты думаешь, сказал Чуфын с сияющей улыбкой. С тем, какой красивой была ее величество королева, иметь возможность время от времени подшучивать над ней, было удачей. Шанс, подобный этому, был не чем-то, чем обладал каждый. Что касалось Чуфына, который обладал этой великой удачей, возможностью дразнить ее величество королеву, он, естественно, никогда не уставал от нее и использовал ее так часто, как только мог. Посвятить свою жизнь мне, ты должен знать, что требования этой королевы к ее будущему мужу чрезвычайно велики. Яичко подняла свое маленькое лицо вверх, вытянула свой маленький рот и заговорила в очень высокомерной, но привлекательной манере. Если бы это было раньше, Чуфын остановился бы только на смехе. Однако, на этот раз, Чуфын стал серьезно относиться к словам, которые ему сказала Яичко. Он спросил, как высока эта чрезвычайная величина, нет вреда сказать мне об этом, нет, хе, ты действительно хочешь знать? При виде того, насколько серьезен Чуфын, на лице Яичко появилась озорная улыбка. Имым, Чуфын серьезно кивнул головой. Тогда эта королева не расскажет тебе об этом, злорадно сказала Яичко. Услышав эти слова, Чуфын почувствовал себя беспомощным. Он знал, что Яичко валяла с ним дурака. Оказалось, что то, что он дразнил ее, на этот раз снова закончилось неудачей. Однако, к его удивлению, прямо в этот момент Яичко добавила. Мой будущий муж должен быть самым сильным человеком в этом мире. Самый сильный человек? Чуфын был поражен. Мир был настолько огромным. Он даже не был во внешнем мире, где была его семья. В таком случае, какой человек был бы самым сильным человеком в этом мире? Как бы выглядел этот человек? Кто бы это был? Яичко, кто этот самый сильный человек? Поколебавшись снова и снова, спросил Чуфына. По какой-то неизвестной причине, после того, как он спросил эти слова, ожидая ответа Яичко, сердцебиение Чуфына начало ускоряться, и он начал беспокоиться. Идиот, откуда мне знать что-то подобное? Этот твой мир чрезвычайно загадочен. У этой королевы все еще есть много вещей, которые она не знает о твоем мире. Я даже не знаю точно, насколько велик этот твой мир на самом деле, Яичко скривила губы. Затем она сказала, «Мальчик, тебе нужно продолжать прилагать усилия. Эта королева по-прежнему надеется, ты приведешь меня к испытанию оставшегося этого мира. Хорошо, я тебе это обещаю. Я лично приведу тебя с собой и испытаю весь мир с тобой», – поклялся Чуфын с улыбкой на лице. Он был полон уверенности. Ты не можешь вернуть свои слова, после того, как Чуфын ответил. Улыбка Яичко стала даже слаще. Несмотря на то, что они хорошо знали, насколько далеко простирается отдалена была эта цель, до такой степени, что можно даже сказать, что это нереалистично по отношению к нынешним им. У человека должна быть цель, чтобы продолжать жить. Что касалось этого, это была цель их путешествия, свет их пути. Для этого они боролись бы изо всех сил, даже если бы они могли только приблизиться к этой цели, они почувствовали бы радость и улыбнулись бы от всего сердца. Чуфын, я знаю, что ты в этой запечатывающей древней деревне. Вытаскивай свою задницу к твоему папочке прямо сейчас. Именно в этот момент громкий голос внезапно взорвался из входа запечатывающей древней деревни и разрушил спокойствие ночи. Глава 1379 Я возьму на себя всю ответственность. Чуфын, ты, черепаха, все люди с горы бирюзового дерева такие же слабые и трусливые, как ты. Ты осмелился говорить так хвостливо, но не смеешь показывать свое лицо. Скажи мне, ты не трус. После этого сердитого крика раздалось громкое проклятие. Когда это громкое проклятие эхом отозвалось, и небо, и земля начали сильно дрожать. Казалось, что мир вот-вот рухнет, как будто конец света вот-вот наступит. То, что должно было наступить, наконец-то наступило. Кажется, что старший Ма правильно угадал, и у Сунла и у других действительно есть помощник за ними. Кроме того, кажется, что этот помощник очень примечателен. Услышав голос, который звучал последовательно, Чуфын слегка улыбнулся. Он смог сказать, что этот голос был голосом старика. За энергичным и сильным голосом было непостижимое развитие и сила. Скорее всего, пришел настоящий эксперт Альянса мировых спиритистов. Если Чуфын правильно угадал, этот старик был, вероятно, одним из мировых спиритистов Управления Альянса мировых спиритистов. В этот момент Чуфын приготовился к встрече с ним. В конце концов, они пришли стучать в его дверь. Таким образом, он не мог быть действительно черепахой, действительно трусом. Дедушка Сунь, бабушка Лин. Однако сразу после того, как Чуфын вышел из двери своего дома, дедушка Сунь и бабушка Лин внезапно и быстро спустились с неба, приземлившись перед ним. В этот момент они оба были покрыты потом. Цвет их лиц был вообще нехорошим. Когда они увидели Чуфына, двое из них сказали вместе. Чуфын, быстро, следуй за нами. Имым, увидев их появление и услышав эти слова, Чуфын кивнул. Он взлетел в небо и начал следить за дедушкой Суньем и бабушкой Лин. Однако, вскоре после того, как они полетели, Чуфын обнаружил, что что-то в этой ситуации было ошибочным. Они просто не следовали ко входу запечатывающей древней деревни вообще. Вместо этого они шли в противоположном направлении. Видя, что ситуация была неправильной, Чуфын остановил движение и спросил. Дедушка Сунь, бабушка Лин, куда вы планируете меня привезти? Чуфын, Сунь Лэй привел своего старшего брата Сунь Хаа, чтобы создать тебе проблему. По сравнению с Сунь Лэйм, Сунь Хаа во много раз мощнее. Он обладает развитием боевого короля девятого ранга. Что касается его боевых приемов, они достигли совершенства. Ты не можешь с ним бороться. Таким образом, ты должен немедленно следовать за нами прямо сейчас. Владыка глава деревни уже подготовил для тебя тайник. Более того, он лично заявил, что ты не должен выходить, чтобы не случилось. Этот вопрос должен передан владыке главе деревни, чтобы он разобрался, объяснила бабушка Лин. Сунь Лэй использовал своего старшего брата, чтобы угрожать мне, когда он покинул это место. В то время я сказал ему, что я приму его в любое время, даже если он собирается привезти своего старшего брата. Прямо сейчас, если я буду так бежать, кем я стану? Когда Чуфын сказал, он обернулся и полетел в направлении входа запечатывающей древней деревни. Чуфын, ты не должен идти туда. Увидев действие Чуфына, дедушка Сунь поспешно схватил его за руку. Дедушка Сунь, отпусти меня. Я должен идти, искренне сказал Чуфын. Чуфын, выслушай меня. Было бы одно дело, если бы пришел только старший брат Сунь Лэя. Но что более важно, также появился дед Сунь Лэя и Сунь Хаа. Ты слышишь это? Эти крики, эти проклятия по отношению к тебе, все они были произнесены их дедом, Сунь Фаином. Ты не кто-то из владения Альянса. Таким образом, ты можешь не знать этого Сунь Фаина очень хорошо. Тем не менее, я могу с уверенностью сказать тебе, что этот Сунь Фаин – чрезвычайно тиранический человек. Мало того, его методы также чрезвычайно злобные. В прошлом он пил на территории определенной силы. Из-за того, что ученик сказал, что его манеры в зале были плохими, он уничтожил всю эту силу. Несмотря на то, что директор этой силы привел всех старейшин и учеников этой силы поклоняться ему и признать их ошибку, он все равно не желал отпускать их и все равно вырезал их всех. В то время миллионы трупов покрывали эту силу. Горы, на которых она была устроена, были потоплены. Реки на ее территории были высушены. На самом деле все живое там было убито. Это было полной кровавой баней. В то время этот вопрос вызвал хаос во всем владении Альянса. Было много сил, которые чувствовали, что то, что совершил Сунфаин, было поведением злого и злонамеренного человека, сродни культом зла. Таким образом, они решили объединить силы, чтобы подавить Сунфаина. Тем не менее, они оказались подавлены Альянсом мировых спиритистов. Из-за этого высокомерие Сунфаина росло еще больше. После этого он бегал вокруг, тиранизируя всех всюду, куда он шел. Он отказывается говорить с кем-либо разумом. Таким образом, очень немногие люди во всем владении Альянса посмели спровоцировать его снова. Сегодня его драгоценный внук был избит. Таким образом, как он мог быть готов оставить это дело? Говоря это просто, если ты должен сразиться против Сунхаа, независимо от того, сможешь ли ты выиграть против Сунхаа, Сунфаин все равно не позволит тебе уйти. Это причина, почему владыка глава деревни хочет, чтобы мы привели тебя в безопасное укрытие. Ты определенно не должен выходить. Иначе, если Сунфаин поймает тебя, даже владыка глава деревни может не быть способен защитить тебя. Искренне и с глубоким беспокойством посоветовал дедушка Сунчуфыну. Сунфаин не дурак. Поскольку он осмелился так кричать, это означает, что он определенно знает, что я нахожусь в запечатывающей древней деревне. Если я не покажусь за все время, тогда, что он будет делать с его темпераментом? Разве он не будет насильственно обыскивать запечатывающую древнюю деревню? Разве он не начнет убивать жителей деревни? Сказал Чуфын. Это дедушка Сунь не знал, как ответить. Со злой репутацией Сунфаина, если они откажутся передать Чуфына, Сунфаин может действительно начать атаковать и убивать их. Поскольку этот вопрос был вынесен мной, для меня вполне естественно взять на себя ответственность за это. Мне нечего скрывать. Если я спрячусь, он может использовать мое сокрытие в качестве предлога для нападения. Если он найдет меня в конце, то, как только новости об этом деле распространятся, люди не станут чувствовать, что он был неправ. Вместо этого они посмеялись бы, если бы запечатывающая древняя деревня не сможет защитить меня. В то время, даже если Сунфаин действительно должен был бы сделать что-то жестокое, это было бы в пределах разумного для него. В конце концов, в то время запечатывающая древняя деревня была бы неправа. Однако, если я покажу себя сейчас, Сунфаин не сможет мне что-либо сделать. В лучшем случае он заставит меня соревноваться с Сунха и выдвинуть какую-то чрезмерную долю в азартных играх в этом процессе. Если я проиграю, то я соглашусь с проигрышем. Это ничего. В конце концов, если мой навык хуже, я ничего не смогу сказать. Однако, если Сунфаин будет продолжать щебетать и даже после того, как я выиграю, он был бы тем, кто был неправ. В это время, если бы запечатывающая древняя деревня предложила бы мне свою защиту, это было в ее правах. Если этот вопрос будет распространяться, все будут осуждать Сунфаина, и никто не будет придираться к запечатывающей древней деревне, сказал Чуфын. Это, услышав, что сказал Чуфын, дедушка Сунь и бабушка Лин замолчали. Они внезапно осознали, что сказанное Чуфыном было очень разумным. В тот момент, когда двое старших колебались, Чуфын взмахнул рукавом и освободился от руки дедушки Суна. Затем его тело двинулось. Он активирован двигательный боевой навык и быстро полетел ко входу запечатывающей древней деревне. Чуфын, стой, дедушка Сунь и бабушка Лин сумели отреагировать только когда они увидели, что Чуфын ушел. Немедленно они стали преследовать его. Дедушка Сунь, бабушка Лин, не останавливайте меня. Из-за меня это произошло. Таким образом, я буду тем, кто возьмет на себя ответственность. В гневе Чуфын выпустил свою броню молнии и поднял свое развитие до боевого короля седьмого ранга. Вдобавок к его бросающей небесам вызов боевой силе, настоящая боевая сила Чуфына сейчас была сравнима с той, что была у наполовину боевого императора первого ранга. В такой ситуации даже дедушка Сунь и бабушка Лин не могли догнать его. Чуфын, его развитие. После того, как они увидели, что Чуфын выпустил его броню молнии, дедушка Сунь и бабушка Лин снова были ошеломлены. Ощутив нынешнее развитие Чуфына боевого короля седьмого ранга, двое из них продолжали чувствовать, что что-то изменилось. Чуфын, казалось, снова стал сильнее. Глава 1380. Хлынувшая ярость. Скорость Чуфына была чрезвычайно высокой. Всего лишь через мгновение он прибыл ко входу. По прибытию он обнаружил, что вход в запечатывающую древнюю деревню уже был заполнен людьми. Здесь присутствовали все эксперты старшего уровня запечатывающей древней деревни. Они не только стояли одинаково, но даже установили очень мощную защитную формацию, которая запечатала вход. Каждый из них стоял там в сосредоточенном боевом строю, как будто перед ним стоял великий враг. Во главе их стоял старый глава деревни Ма. Прямо напротив старого главы деревни Ма и других стояли семь фигур. Среди них пятеро были четырьмя братьями и сестрами Хуани Сан Лоим. Что касалось двух оставшихся, один не обладал ни высотой, ни худой фигурой и обладал очаровательной внешностью, как у симпатичного мальчика. Его внешность была очень молодой, очень похожей на юность. Тем не менее, Чуфен смог по одному взгляду сказать, что фактический возраст этого симпатичного мальчика был близок к сорока. Его фактический возраст был даже старше, чем у Сун Лоя. Кроме того, скрытым под его любезным видом было глубокое ощущение жажды убийства и развития боевого короля девятого ранга. Излишне говорить, что этот человек, этот полный юности милый мальчик, был наиболее определенно старшим братом Сун Лоя, Сун Хаа. Кроме Сун Хаа был также старик. Этот старик был невысокого роста, рост был всего около 160 сантиметров в высоту, на голову короче, чем даже у большинства женщин. Кроме того, он был худым и стройным, как спичка. Однако, хотя этот старик был настолько маленьким, он был очень свирепым и похожим на дьявола. У него были острые белоснежные брови, похожие на два острых меча. Его острые брови были такими длинными, что они фактически вытянули ногу с его лица. Что касалось его поры крошечных глаз, они были наполнены холодным светом. Внутри этих двух глаз была взрывная сила. Просто взглянув на эти глаза, Чуфен смог сказать, что этот старик был настоящим экспертом. Хотя присутствовало много людей, вполне вероятно, что только старый глава деревни Ма мог бороться против этого старика. Что касалось этого старика, он, естественно, был пресловутым дедушкой Сунлы и Сунхаа, Сунфаином. Глаза Сунфаина вспыхнули холодом. В очень тиранической манере он сказал. Старый Ма, я не буду ходить вокруг да около. Все это время я следил за вашей запечатывающей древней деревней. Я видел, как этот сосунок по имени Ван Цан ушел. Тем не менее, я никогда не видел этого Чуфена вообще. Таким образом, я уверен, что Чуфен прячется в вашей запечатывающей древней деревне. Я дам вам возможность прямо сейчас. Вы все отойдите немедленно, чтобы я мог найти Чуфена. Если вы намеренно мешаете мне искать этого Чуфена, то не обвиняйте меня в том, что я невежливый. Раз ты говоришь таким образом, я также не стану ходить вокруг да около. Маленький друг Чуфен действительно не в нашей запечатывающей древней деревне. Несмотря на то, что наша запечатывающая древняя деревня принимает всех посетителей в качестве гостей, мы ни в коем случае не позволим вам обыскать нашу запечатывающую древнюю деревню, как вы пожелаете, сказал старый глава деревни Ма с твердой уверенностью. Старый Ма, в таком случае, я могу только сказать, что ты переоцениваешь себя. Внезапно Суньфоин холодно хмыкнул. Немедленно после этого раздался громкий бум, который звучал, как взрыв грома. Сразу после этого, безгранично пугающая гнетущая мощь, которая несла боевую силу уровня императора с собой, пронеслась как ураган. В ответ старый глава деревни Ма также злобно фыркнул. Когда он поднял руки вверх, его платье быстро затрепетало. Следом за этим сильная гнетущая мощь, видимая невооруженным глазом, вырвалась вперед из него и блокировала гнетущую мощь Суньфоина. Когда они увидели взрыв от столкновения двух гнетущих сил, жители запечатывающей древней деревни начали глубоко хмуриться, как будто они столкнулись с большим врагом. Они знали, что началось это трудное сражение. Однако прямо в это время внезапно прозвучал голос Суньфоина. Стойте, я, Суньфоин, здесь. В тот момент, когда голос Суньфоина был услышан, все присутствующие были ошеломлены. Особенно после того, как они увидели Суньфоина, на их лицах появились разные сложные выражения. Для жителей запечатывающей древней деревни это было потрясением. Они не могли понять, почему Чуфын появился в такое время. Может быть, он не знал, насколько опасно было бы ему показать себя. Чуфын, ты. Что касалось старого главы деревни Ма, у него на лице было выражение беспокойства и тревоги. Он Чуфын? Суньфоин взглянул на Суньлоя, Хуаньфына и других. Да, это он, Суньлоя кивнул. Старый Ма, разве ты не сказал, что Чуфын ушел? В таком случае, зачем ему сейчас появляться в этом месте? Вы меня сознательно обманывали. Сегодня я должен получить от вас объяснение. Хотя Суньфоин убрал свою гнетущую мощь, он все еще рычал на старого главу деревни Ма со злостью. Это. Услышав эти слова, толпа из запечатывающей древней деревни начала глубоко хмуриться. Несознательно они обратили свой взор к старому главе деревни Ма. В этот момент нахмурился и старый глава деревни Ма. Он не знал, как реагировать на Суньфоина. В тот момент, когда толпа из запечатывающей древней деревни застряла между камнем и наковальней, Чуфын заговорил. Я действительно ушел. Однако я вернулся. Сосунок, не пытайся изливать ложь и ерунду. Все это время мы ждали тебя у входа в запечатывающую древнюю деревню. За это время мы не увидели ни одного твоего следа. Скажи мне, когда ты ушел? Спросил Суньфоин холодным голосом. Есть много входов и выходов в запечатывающей древней деревне, из-за чего вы думаете, что я должен уйти через главный вход? На самом деле, вместо этого я хотел бы спросить, какое именно ваше намерение не входить, чтобы найти меня в запечатывающей древней деревне, и вместо этого решить подождать меня за главным входом? Может быть, вы все пытались убить меня, а затем украсть мою собственность? Так что получается, что альянс мировых спиритистов – это всего лишь кучка презренных людей, насмешливо сказал Чуфын. Какая шутка. Убить тебя, чтобы украсть твою собственность? Мы просто боялись, что ты попытаешься сбежать. На самом деле, разве ты не сбежал на самом деле? Раньше ты говорил такие хвастливые слова, что примешь нас в любое время, так почему же ты вместо этого убежал? Сказал Сунлы. Я вдруг вспомнил о срочном деле. Таким образом, я решил уйти. Однако, когда я уходил, я вдруг вспомнил, что еще не преподал твоему старшему брату урок. Таким образом, я вернулся, когда он произнес эти слова. Чуфын посмотрел на старшего брата Сунлы. Сунха, с сияющей улыбкой на лице, он сказал. Ты уже такой старый, почему все еще пытаешься преднамеренно притворяться молодым? Может быть, твой реальный облик слишком уродлив, чтобы его можно было увидеть? Чуфын, бессмысленно иметь острый рот. Сегодня я пришел только для того, чтобы отомстить за своего младшего брата. Я не буду заморачиваться с лишними словами. Сегодня я планирую сразиться с тобой. Победитель будет королем, а проигравший – вором. Ты смеешь принять мой вызов? Почему бы и нет? Я вернулся именно для тебя, ответил Чуфын с выражением уверенности. Йо, кажется, ты довольно уверен. Однако, не будь таким беспокойным. Прежде чем мы начнем соревноваться, я подарю тебе подарок, так, чтобы ты знал, что ты не так силен, как ты о себе думаешь, и что я не так слаб, как ты думаешь обо мне. Сунь улыбнулся странной улыбкой. После этого он открыл ладонь, и в руке появился шар, который мерцал золотым светом. После того, как этот шар приземлился на землю, он быстро увеличился в размерах. В конце концов, со звуком тук, он взорвался, как воздушный шар. Пут после того, как эта золотая сфера взорвалась, появился человек и упал на землю. Это. Когда Чуфын увидел этого человека, его выражение изменилось. Мало того, что человек, который упал на землю, был без сознания, он также был покрыт кровью с головы до ног. Однако Чуфын все еще мог распознать этого человека с одного взгляда. Это был Ван Цан. Йо, похоже, ты все еще помнишь его. Этот заика здесь был очень искусным. Даже мой младший брат был неровнее ему. Я слышал, что ты боролся против него и победил его. Сказал Суньха с лучезарной улыбкой. Между ним и вами нет ни ненависти, ни обиды, почему вы так серьезно навредили ему? В ярости спросил Чуфын. Хотя он не знал Ван Цана долго и их даже можно было назвать соперниками, у Чуфына никогда не было плохих впечатлений о Ван Цане. Фактически, он даже считал Ван Цан своим другом. В конце концов, если бы не Ван Цан, Чуфын не смог бы сделать прорыв до боевого короля 6 ранга за такое короткое время. Он первоначально думал, что Ван Цан уже ушел. Никогда он не ожидал, что он был схвачен Суньха и компанией и был избит до такого состояния. Таким образом, как мог Чуфын не быть в ярости? В этот момент ярость в сердце Чуфына нарастала и кипела, заполняя все его тело. Он принял решение должным образом преподать Суньха урок. Он собирался отомстить за Ван Цана. Глава 1381. Случайный прорыв. Ни ненависти, ни обиды. Ранее, в запечатывающей древней деревне он оскорбил моего младшего брата. Для меня вполне естественно иметь дело с ним. Кроме того, я сделал это, чтобы доказать тебе, что ты не так силен, как ты себе представляешь. Ты не тот, что не имеет себе равных. По крайней мере, противник, которого тебе удалось одолеть, так же кто-то, кого я мог легко победить, сказал Суньха с лучезарной улыбкой. Услышав слова Суньха, гнев в сердце Чуфына загорелся еще сильнее. Он решил не заморачиваться с лишними словами Суньха. Чуфын указал на него и сказал. Хватит твоей ерунды. Разве ты не хотел драться со мной? Пошли, давайте сражаться. Йо, ты хочешь получить избиение так срочно? Однако я должен сказать тебе об этом заранее. Я чрезвычайно беспощаден, когда сражаюсь с другими. Если я случайно заберу твою жизнь, ты не должен обвинять меня, сказал Суньха. Раз ты так сказал что-то подобное, тогда, если я собираюсь тебя убить случайно, ты тоже не будешь меня винить? Когда Чуфын произнес эти слова, он перевел взгляд на Суньха и на. Чуфын прекрасно знал, что для него самой большой опасностью от альянса мировых спиритистов сейчас не был Суньха. Вместо этого это был Суньфын. Будь уверен, я определенно не буду вмешиваться в противостояние между членами молодого поколения. Вы двое можете сражаться, как хотите. Твоя жизнь и смерть будут определяться твоими способностями, после того как Суньфын сказал эти слова, он отошел в сторону. Следуя за ним, Суньлы, Хуаньфын и другие также отошли в сторону. Видя это, старый глава деревни Ма поднял руку, чтобы показать жителям запечатывающей древней деревни, чтобы они тоже отступили. Таким образом, они создали большой район для битвы Чуфына и Суньха. Чуфын, тыдо, должен не быть бе-беспечным. Э, этот Суньха, он не, не прост. Он на, на самом деле, имеет некоторый навык. В это мгновение знакомый голос внезапно вошел в уши Чуфына. Это был голос Ван Цена. Оказалось, что Ван Цен на самом деле не потерял сознание. Вместо этого он все еще ощущал свои окрестности. Просто голос его был очень слаб. Можно было увидеть, что травмы, которые он получил, были не в малейшей степени нелегкими. Узнав, что Ван Цен все еще в сознании, Чуфын повернулся, чтобы спросить Суньха, ты хочешь убить его? Чуфын хотел спасти Ван Цена. В конце концов, он скоро будет сражаться с Суньха. Однако Ван Цен все еще находился в пределах их зоны действий. В такой ситуации это было бы чрезвычайно опасно для Ван Цена. Таким образом, его нужно было отодвинуть. Суньха сумел понять намерение за словами Чуфына. Таким образом, он ухмыльнулся. Йо, логически, вы двое должны быть врагами. Нет, почему тебя так беспокоит его жизнь и смерть? Я просто не хочу, чтобы наша битва затрагивала других. Не говоря уже о том, что сейчас он человек, который в настоящее время слаб, и энергетическая рябь может даже разорвать его тело и сокрушить его кости, убив его, сказал Чуфын. То, что ты говоришь, разумно. Этот заика оскорбил моего младшего брата. Для меня было естественным преподать ему урок. Однако его преступления было недостаточно для его убийства. Хорошо, я позволю ему сохранить свою собачью жизнь. Когда Сунхаа сказал, он махнул рукой и создал шторм, который пронесся мимо Ванцина. Шторм поднял Ванцина и бросил его в толпу запечатывающей древней деревни. Однако шторм, который он создал, скрывал намерение убить его. В то же самое время, когда он поднял и вывел Ванцина, он также вновь открыл раны Ванцина. Это стало причиной того, что Ванцина стошнила полным ртом крови и он жалко взвыл. Маленький друг Ванцина, увидев это, старый глава деревни Ма немедленно протянул руку, чтобы поймать Ванцина. Как только он поймал Ванцина, он немедленно начал помогать ему лечить травмы. Что касалось Чуфына, хотя он ничего не говорил, он крепко стискивал кулаки в рукавах. Независимо от того, знал ли Сунхаа, что Ванцина пришел в сознание, его действия полностью разъярили Чуфына. Чуфын, я позаботился об этом хламе. Итак, ты готов принять свои побои? Как будто он почувствовал скрытый гнев Чуфына, Сунхаа на самом деле заговорил, чтобы спровоцировать его. Ха, иди, я дам тебе знать, кто именно тот, кто получит побои. Хотя гнев Чуфына нарастал в его сердце, он все еще слабо улыбался. Просто, хотя эта улыбка казалась нормальной, на самом деле она была заполнена жаждой убийства. Даже глаза Сунхаина засветились, и его брови начали хмуриться, когда он увидел эту улыбку на лице Чуфына. Он осознал, что ситуация была неладной. Ха-ха, забавно. Независимо от того, какого рода особым методом ты обладаешь, что позволяет тебе поднять твое развитие с боевого короля пятого ранга до боевого короля седьмого ранга, ты все равно и не сможешь бороться против меня. Однако было ясно, что Сунхаа не осознал жажды убийства, скрытой в улыбке Чуфына. Сунхаа злобно закричал, а затем начал двигать руками. По мере того, как его тело вздымалось неистовой боевой силой, Сунхаа взял на себя инициативу атаковать Чуфына. Бум. Боевой король девятого ранга сбросающий вызов небесам силой был способен преодолевать два уровня. Настоящая боевая сила Сунхаа была уже силой наполовину боевого императора второго ранга. Атака, которую развязал Сунхаа, тоже не была обычной атакой. Это был боевой навык девятого ранга, который обладал способностью приводить к сильным ветрам, которые рассеивали облака с его переполняющей боевой силой. Это был боевой навык, созданный его дедушкой. Его имя было закручивающий ветер, разрушающие облака рассечения. С боевой силой наполовину боевого императора второго ранга и боевым навыком девятого ранга, эта начальная атака Сунхаа уже обладала сотрясающей мир силой. В этот момент все были не в состоянии сдержаться от ошеломления. Все они были поражены той атакой, которую развернул Сунхаа. Это было потому, что атака Сунхаа была вовсе немалым делом. Несмотря на то, что Чуфын обладал развитием боевого короля седьмого ранга и бросающий вызов небесам боевой силой, способной преодолевать три уровня, ему все равно было бы невозможно бороться против Сунхаа. В это время жители запечатывающей древней деревни, которые знали о том, как могуществен Чуфын, начали глубоко хмуриться. Они просто не знали, сможет ли Чуфын противостоять атаке Сунхаа. Однако, когда Чуфын увидел закручивающий ветер, разрушающие облака рассечения, которое почти достигло его, его выражение оставалось неизменным. В это время в глазах его мелькнула молния. Два огромных крыла, образованные молнией, вытянулись из его спины. Когда появились огромные крылья молнии, развитие Чуфына мгновенно взлетело. С боевого короля седьмого ранга, его развитие стало развитием боевого короля восьмого ранга. После того, как его развитие поднялось, Чуфын не использовал никаких боевых умений. Он сжал ладонь, и в руке появился большой угольно-черный меч. Это было королевское оружие, меч печати демона. Чуфын высоко поднял меч печати демона, а затем рубанул им. Бум! Когда меч печати демона рубанул вниз, появился пугающий черный клинок луча. Клинок луча превратился в полумесяцы, неся вместе с ним злобный звук, похожий на вой волков и плач призраков, и мощь, способную рассечь небо и землю, столкнулась с закручивающим ветер, разрушающим облака рассечением Сунхаа. Грохот столкновения между ними заставило небо и землю сильно дрожать. Тем не менее, серповидное рассечение, которое меч печати демона Чуфына выпустил, было непреодолимой. Несмотря на то, что боевой навык девятого ранга, закручивающий ветер, разрушающий облака рассечения, был очень сильным, он был сродни воде, сродни ветру, перед полумесячным рассечением меча печати демона Чуфына. Он был отрезан, не в силах противостоять атаке Чуфына вообще. После этого энергетические ряби от закручивающего ветер, разрушающего облака рассечения, начали сеять хаос по окружающей территории. Что касалось самого закручивающего ветер, разрушающего облака рассечения, оно было разбито на фрагменты, рассекающие атакой меча печати демона Чуфына. Бум! В конце концов, удар, выпущенный мечом печати демона Чуфына, достиг Сунхаа, не потеряв при этом никакой силы, ударив по нему. Ублюдок, видя угольно-черное серповидное рассечение, даже Сунхаа начал хмулиться. Поскольку он был также мировым спиритистом, он был в состоянии ясно ощутить, какого рода силу рассечения Чуфына содержало. Таким образом, он не посмел быть беспечным. Он щелкнул ладонью, а также достал свое собственное королевское оружие. Это был клинок. Как Чуфын, он рубанул его королевским оружием, и выпустил яростный удар клинком на удар меча Чуфына. Только тогда ему удалось блокировать атаку меча Чуфына, создавая многочисленные энергетические ряби в процессе. Все это произошло в одно мгновение. Другие, кроме экспертов уровня на половину боевого императора, не могли даже определить, что произошло, когда закончилось первое столкновение атак Чуфына и Сунхаа. Однако из-за свирепой энергетической ряби, а также из-за силы, которая заставляла мир дрожать, они смогли сказать, насколько яростной и пугающей была битва между Чуфыном и Сунхаа. Это была определенно не битва, в которую мог втянуться любой из них. Это было особенно справедливо в отношении трех Джоу, которые в прошлом провоцировали Чуфына. В этот момент их настроение было чрезвычайно сложным. Как люди молодого поколения их рассматривали как гениев. Тем не менее, как раз тогда они поняли, как огромная разница в боевой силе у них была по сравнению с Чуфыном и Сунхаа. Такой разрыв создавал впечатление, будто они были людьми из двух разных миров. Боевая силы, которой обладали Чуфын и Сунхаа, оставляла их в пыли с чувством большой степени неполноценности. Когда он посмотрел на Чуфына, который надел броню молнии, имел пару крыльев молнии на спине и держал в руке меч печати демона, стоявший на близком горизонте, Сунхаа яростно спросил. Ублюдок, ты на самом деле скрыл свое развитие? Согласно его сведениям, истинное развитие Чуфына было боевым королем пятого ранга. Тем не менее, он обладал особым методом, который позволил ему увеличить его развитие до уровня боевого короля седьмого ранга. В его глазах боевой король седьмого уровня был сродни мусору. Даже если бы боевой король седьмого уровня обладал боевой силой, способной преодолевать три уровня, он все равно не ставил бы его ни во что и мог бы легко вырезать этого боевого короля седьмого ранга. Однако сила, которую теперь обнаружил Чуфын, отличалась от того, что он знал. Чуфын не был боевым королем седьмого ранга вообще. Вместо этого он был боевым королем восьмого ранга. Хотя это было разрывом всего в один уровень развития, этот единственный уровень развития создал огромное давление, большое количество проблем для него. По крайней мере, в этот самый момент истинная боевая сила Чуффина была уже такой же, как и его собственная. Они оба были сопоставимы с наполовину боевым императором второго ранга. В конце концов, бросающая вызов небесам боевая сила Чуффина была намного сильнее, чем его собственная. Он смог преодолеть только два уровня развития. Тем не менее, Чуффину удалось преодолеть три уровня развития. Чуффин не пытался скрывать и не отвечал на вопрос Сунха. Вместо этого, в спокойной и равнодушной манере он сказал. Нет, я не пытался скрыть свое развитие. Я просто случайно совершил прорыв. Это было как будто он просто сказал очень незначительную и пустяковую вещь. Что? Чуффину на самом деле удалось прорваться за такой короткий период времени. Однако слова Чуффина пришлись, как валун, упавший в озеро. В мгновение ока валун создал гигантские волны. Ни у кого из присутствующих лиц не оставалось без шока от того, что они только что услышали. В конце концов, это был такой короткий период времени, с тех пор как Чуффин сражался против Сунла и братьев из сестер Хуань. И все же, Чуффину действительно удалось добиться прорыва за такой короткий период времени, как они могли не быть шокированными. Скорость прорыва такая быстрая была на самом деле слишком пугающей. Глава 1382. Неизбежное сокрушительное поражение. Талант этого ребенка слишком силен. Независимо от того, закончится ли это битва победой или поражением, Сунха они сможет снова встать после этого. Для горы бирюзового дерева иметь такого гения, это действительно вопрос зависти. После того, как этот ребенок созреет, статус горы бирюзового дерева среди девяти сил определенно возрастет. В этот момент некоторые из экспертов старшего поколения начали восклицать один за другим. Взгляды, которыми они смотрели на Чуффина, были полны восхищения и признательности. Почему это? Услышав эти слова, многие из членов молодого поколения, как Чуффин, выразили свое замешательство. Услышав этот вопрос, эксперты из старшего поколения все дали одинаковый ответ. Хотя Сунха сильный, ему больше сорока лет. Тем не менее, Чуффин только переступил двадцатилетний возраст. Хотя, с точки зрения возраста, оба они принадлежат молодому поколению, Сунха фактически вдвое старше Чуффина, более, чем на двадцать лет. Однако в это время боевая сила Сунха находится на одном уровне с Чуффином. Что это значит? Нет, это не означает, что Сунха слаб. Напротив, это означает, что Чуффин слишком силен. Потенциал, которым обладает ребенок, неизмерим. Кроме того, основываясь на его возрасте, Чуффин, самые большие, начал боевое развитие примерно двенадцать или около того лет назад. И все же, этот Сунха начал боевое развитие больше тридцати лет назад. Человек, который всего лишь около дюжины лет развития, способный получить боевую силу на уровне с другими, кто развивался больше тридцати лет. Этот талант действительно пугающий. Каково происхождение этого Чуффина? Может быть, он действительно потусторонний гений? Легендарный персонаж уровня демона? Выслушав слова, сказанные экспертами из старшего поколения, у молодого поколения появился новый уровень уважения и обожания к Чуффину. Даже трое Чжоу, которые в прошлом смотрели свысока на Чуффина, начали восхищаться им из глубин их сердец. Мне все равно, прорвался ты или нет, я останусь победителем в этой битве. Как будто он слышал похвалу окружающих Чуффину и умаление собственной ценности, Сунха пришел в глубокую ярость, и он решил направить всю свою ярость на Чуффина. Свист, свист, свист. В гневе Сунха атаковал. Держа его клинок королевского оружия, он начал двигаться основательными шагами. В одно мгновение он прибыл к Чуффину. С огромной силой он безжалостно направил свой клинок королевского оружия в одну из смертельных точек Чуффина. Хаймым. Столкнувшись с близкой атакой Сунха, Чуффин холодно фыркнул. Держа в руке меч печати демона, он развернул его вперед, чтобы встретить приближающуюся атаку. Они двое начали сражаться в ближнем бою. Оба держали в руках королевское орудие. Ни один из них не использовал никаких особых боевых навыков. Опираясь только на свое королевское оружие и их мощную боевую силу, они начали жестоко сражаться друг с другом в небе. Ляск, 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 ляск. Когда королевское оружие сталкивалось друг с другом, разразились взрывы. Вскоре клинок и меч вызвали силуэт в небе, и лихорадочная рябь энергии вскоре охватила эту область пространства. Тем не менее, присутствовавшие эксперты все еще могли использовать свои острые глаза, чтобы смотреть сквозь рябь и видеть фигуры двух бойцов. Глаза всех тех, кто сумел увидеть битву Чуфына и Сунхаа ярко сияли. Они все восхищались силой Чуфына и Сунхаа. Битва между Чуфыном Сунхаа была не только очень доблестна, она была также такой, к которой никто из них не мог придраться. Независимо от того, могло ли это быть королевское оружие Чуфына, меч печати демона, или клинок королевского орудия Сунхаа, у них обоих была блестяще выпущенная двумя бойцами мощь. Оба Чуфыны Сунхаа сумели оправдать имя обладателей королевского оружия высшего качества. Однако, неважно, как сильны двое из них могли быть, различия в силе неизбежно проявятся. По логике, развитие Сунхаа было на уровень выше развития Чуфына. Таким образом, он должен был быть тем, кто занимал превосходство в интенсивной конфронтации. Однако истина противоречила ожиданиям. После схватки клинка и столкновения меча, где оба бойца были одинаково подобраны, разрыв в силе между этими двумя бойцами постепенно обнаружился. Тем не менее, человек, который оказался выше, не был Сунхаа. Вместо этого это был Чуфын. Свист, свист, свист. В этот момент меч печати демона в руки Чуфына не казался оружием вообще. Вместо этого он больше походил на злобного зверя. Его ревы потрясли небеса, когда он испускал лучи меча. Будучи под контролем Чуфына, меч печати демона был способен просто смести все на своем пути. Это было совершенно беспрецедентно. Несмотря на то, что два королевских оружия сталкивались друг с другом, скрещиваясь лоб в лоб, меч печати демона, все же оказался в более сильной позиции. Каждый раз, когда он сталкивался с клинком королевского оружия в руке Сунхаа, он выдавал серию искры, ожесточенную и неистовую энергетическую рябь. После этого, и клинок королевского оружия Сунхаа и Сунхаа были отбиты им. В этот самый момент Сунхаа был в абсолютном невыгодном положении. Он просто не мог бороться с Чуфыном вообще. Ляск, ляск, ляск. В подобной ситуации Чуфын становился храбрее. Чем больше он сражался, тем яростнее он атаковал. Он собирался загнать Сунхаа в угол и сильно избить его, чтобы он проиграл совершенно и полностью. Однако в тот момент, когда все почувствовали, в тот момент, когда даже Чуфын почувствовал, что его победа была в пределах его досягаемости, Сунхаа внезапно проявил странную улыбку на лице. В тот момент, когда появилась эта улыбка, клинок королевского оружия в руке Сунхаа начал слегка дрожать. После этого из его тела хлынула странная, но все же сильная аура и вошла в его королевское оружие. Эта аура, черт возьми. Чувствуя ауру, испускаемую Сунхаа, Чуфын начал хмуриться. Подсознательно он выпустил двигательный боевой навык, чтобы отступить. Что касалось причины, почему Чуфын сделал так, то это было потому, что он смог обнаружить, что аура, излучаемая Сунхаа, не была обычной боевой силой уровня короля вообще. Это было боевой силой уровня императора. Верно, в этот самый момент Сунхаа выпустил боевую силу уровня императора. Независимо от того, насколько могущественным мог быть боевой король, между ними и наполовину боевыми императорами был большой разрыв. Что касалось этого разрыва, этот разрыв был в боевой силе. Логично, что, поскольку Сунхаа был боевым королем, ему было бы невозможно обладать боевой силой уровня императора. Однако, независимо от того, как ему это удалось, он это сделал. Он выпустил боевую силу уровня императора. Разрыв между боевыми силами также переставляет разницу в силе сражения. Разумеется, в тот момент, когда Чуфын понял, что ситуация плохая, Сунхаа вдруг закричал. Чуфын, твоя жизнь моя. Он замахнулся клинком королевского оружия в руке и развязал атаку на Чуфына. Скорость Сунхаа была слишком высокой. Кроме того, его взрывчатость была изобилующей. Чуфын просто не мог сбежать вовремя перед тем, как Сунхаа уже удалось догнать его и развязать исключительно ожесточенные атаки на него. После того, как он изменил свою боевую силу, боевая мощь Сунхаа значительно возросла. В мгновение ока битва между ним и Чуфыном сделала полный оборот. Ранее не имеющий аналогов меч печати демона Чуфына уже не мог противостоять клинку королевского оружия Сунхаа. Что касалось самого Чуфына, того, кто раньше развязывал жестокие и агрессивные атаки на Сунхаа без перерыва мог только теперь взять на себя защиту. У него просто не было сил контратаковать. Это было настолько, что даже защита от атак Сунхаа была чрезвычайно напряженной. Черт возьми, я недооценил его. Он не только способен использовать боевую силу уровня императора, но и сознательно скрыл свою силу раньше. На самом деле он обладал таким основательным боевым навыком клинка табу. В этот момент Чуфын наконец понял, что ситуация плохая. Это было потому, что в этот самый момент, то, что увеличил Сунхаа, было не только его боевой силой. Он также увеличил свой контроль над своим клинком королевского оружия. Если бы можно было сказать, что Сунхаа имел блестящий контроль над своим клинком королевского оружия раньше, то его нынешний контроль над его клинком королевского оружия, можно сказать, был доведен до совершенства. На самом деле он даже превзошел совершенство. В это время Сунхаа использовал особый навык клинка. Это было боевым навыком табу, однако это не было обычным боевым навыком табу. Вместо этого это был особый боевой навык клинка. Кроме того, это был чрезвычайно свирепый, чрезвычайно глубокий, чрезвычайно мощный и чрезвычайно необычный боевой навык. Такого рода боевой навык назывался боевым навыком клинка табу. Боевой навык клинка табу был своеобразным оружием, предназначенным для управления клинками. Его можно было использовать только на клинках. Что касалось причины, по которой он был назван как боевой навык клинка табу, это было потому, что выучить его было чрезвычайно сложно. Однако, как только был успешно выучен, контроль над королевским оружием был бы увеличен всесторонне. В этот момент можно было бы развязать необыкновенную мощь с клинком королевского оружия, чего не могли другие. Боевой навык клинка табу, подобный тому, который использовал Сунха, был крайне редким. Даже Чуфыну так и не удалось получить его в свои руки. На самом деле, он никогда не видел его. И все же, Сунха удалось изучить одну такую технику. Кроме того, Сунха не только выучил ее, он также полностью овладел ей. Тем не менее, он сознательно не использовал такую мощную технику. Вместо этого он скрыл ее. Он сознательно позволил Чуфыну почувствовать, как будто он выигрывал. Затем, в то время, когда Чуфын чувствовал себя наиболее самодовольно, он внезапно развязал свою боевую силу уровня императора, так же как этот основательный боевой навык клинка табу. Используя их одновременно, он мгновенно увеличивал свою боевую силу. Такие огромные изменения были чем-то, с чем даже Чуфыну было трудно бороться. Что касалось вопроса, в котором Чуфын почувствовал себя наиболее беспомощным, это было то, насколько яростными были атаки Сунха. В это время он беззаветно отбивался от приближающихся атак. Он не мог позволить себе быть отвлеченным ни в малейшей степени. Таким образом, у него вовсе не было никаких шансов развязать боевой навык. Он вошел в совершенно пассивное состояние. Если бы это продолжалось, его ожидал бы только один конец. Неизбежное сокрушительное поражение. Глава 1383. Ты мусор. Что происходит? Этому Сунха действительно удалось развязать боевую силу уровня императора. Изменения в боевой ситуации вскоре привлекли внимание толпы. Почувствовав боевую силу императора, которую высвободил Сунха, все присутствовавшие эксперта старшего поколения были шокированы. Ха, вы куча на самом деле поднимаете шум на пустом месте. То, что мой внук тренировал, вид запретной таинственной техники. Как только он активирует таинственную технику, он сможет получить боевую силу очень высокого качества. Таким образом, его боевая силу будет увеличиваться, превосходя силу его врагов. Если кто-то способен овладеть этой запретной таинственной техникой и обладать развитием наполовину боевого императора 9 уровня, он смог бы получить боевую силу уровня императора, которую только эксперты уровня наполовину боевого императора могут охватить. В тот момент, когда толпа была шокирована, Дед Сунха, Суньфаин, внезапно заговорил, чтобы объяснить. Таинственная техника, подобная этой, может быть, что это легендарная запретная таинственная техника, которой чрезвычайно трудно овладеть, и которая все же позволила бы овладеть боевой силой уровня императора на уровне боевого короля 9 ранга, если овладел ей, таинственная техника силы императора. После того, как услышали, что сказал Суньфаин, некоторые люди думали об очень известной запретной таинственной технике. Если бы кто-то смог освоить эту запретную таинственную технику, последствия были бы такими же, как то, что в настоящее время демонстрировал Суньхаа. Верно. То, что мой внук тренировал, в самом деле таинственная техника силы императора, кивнул Суньфаин. Кроме того, в это время выражение самодовольства заполнило его лицо. После того, как он подтвердил это, толпа продемонстрировала еще большие потрясения. Это было потому, что таинственная техника силы императора была таинственной техникой, которую было чрезвычайно трудно изучить. Тем не менее, Суньхаа удалось выучить и освоить такую таинственную технику. Таким образом, как они могли не быть шокированы. Все знали, что внук Суньфаина, Суньхаа обладал доблестной боевой силой. Однако кто бы мог подумать, что он будет таким сильным? Казалось бы, ситуация на этот раз будет катастрофой для Чуфына. Однако, быть побежденным кем-то вроде Суньхаа не стало бы позором для Чуфына. Я считаю, что он сможет превзойти Суньхаа и смыть сегодняшний стыд в течение трех лет. В это время внимание старого главы деревни Ма было также обращено на битву между Чуфыном и Суньхаа. Его взгляд слегка дрожал от беспокойства. Из того, как он это видел, хотя Чуфын был очень силен, исходя из текущей ситуации, Чуфыну было бы очень сложно перевернуть битву. Он, скорее всего, проиграл бы Суньхаа. Однако он также знал, что Чуфын обладал неограниченным потенциалом. Даже если он проиграл бы, это было бы только вопросом времени. В будущем Чуфын определенно смог бы превзойти Суньхаа и оставить его далеко позади. В это время не только несколько человек думали так же, как старый глава деревни Ма. Большая часть толпы чувствовала, что Чуфын, несомненно, проиграет. На самом деле, боевая ситуация сейчас была именно такой. Суньхаа одновременно использовала таинственную технику силы Императора и боевой навык Клинка Табу. Его непрерывные нападения на Чуфына были без каких-либо изъянов и, казалось, были полностью неуязвимы. Он заставил Чуфына отступать снова и снова. Чуфын уже обливался потом. Он отказывался дать Чуфыну любую возможность развязать любые боевые навыки, когда он снова, снова и снова давил на Чуфына, подавляя его до более слабого и слабого состояния. Чуфын, что случилось? Почему ты не контратакуешь? Почему ты не отбиваешься? Прекратите отступать без остановок. Прекрати убегать без остановок. Разве ты не очень свиреп? Разве ты не говорил, что составил бы мне компанию в любое время? В таком случае, почему ты ведешь себя как черепаха? Ты просто мусор. Получив превосходство в битве, Сунхаа стал еще более свирепым. Когда он отчаянно атаковал Чуфына, он начал также осыпать Чуфына оскорблениями. В такой ситуации Чуфын не мог ничего сделать, кроме как стиснуть зубы и сопротивляться изо всех сил. У него даже не было возможности ответить. На самом деле Чуфын не знал, как опровергнуть слова Сунхаа. В конце концов, это было правдой, что он был бессилен бороться с Сунхаа. В нынешней ситуации, независимо от того, желал того Чуфын или нет, у него не было выбора, кроме как признать, что этот Сунхаа был очень могущественным. Кроме Циньлин Юня, этот Сунхаа был самым сильным человеком, с которым Чуфын столкнулся в своем же поколении. Хе-е-е-е-е-е, умри. Внезапно Сунхаа яростно закричал. Ему удалось получить разрыв в обороне Чуфына и немедленно схватить его, чтобы развязать внезапную атаку. Он планировал сломать Чуфына насмерть. Черт возьми, увидев приближающийся меч, Чуфын не мог защититься вовремя. Таким образом, Чуфын приложил всю свою силу, чтобы отступить. Однако было слишком поздно, чуть-чуть слишком поздно. Клинок Сунхаа рухнул на него. Однако ему удалось уклониться только от половины клинка. Мало того, что вершина клинка прорезала доспех молнии Чуфына, она даже разорвала плоть Чуфына и вгрызлась в его тело, оставив глубокую и поразительно ужасную рану на левой стороне груди. Когда кончик лезвия проник в тело Чуфына, когда Чуфын был пропитан кровью, невыносимая боль заставила Чуфына отчаянно закричать. Этот удар лезвием, который казался обыкновенным, не был простым вообще. Сунхаа добавила особую энергию своему клинку. Когда кто-то был поражен этой энергией, человек, получивший ранение от клинка, почувствовал бы боль, как если бы его тело съедали 10 тысяч жуков. Это была боль, которую любой мог бы найти невыносимой. Мусор, ты не можешь даже выдержать такую маленькую рану, как ты собираешься терпеть мои атаки тогда. После того, как Чуфын выпустил этот жалкий крик, самодовольная улыбка на лице Сунхаа стала еще шире. В то же время жестокость на его лице стала еще сильнее. После этого он взмахнул запястьем и размахнулся рукой. Пучи в обыденной манере, Сунхаа вонзил свой клинок королевского оружия в грудь Чуфына. Вува после того, как вонзил свой клинок королевского оружия в грудь Чуфына, Сунхаа начал крутить его без остановки, вращая этот клинок королевского оружия в груди Чуфына. Столкнувшись с такой болью, даже Чуфын начал кричать без остановок. В это время Чуфын больше не мог сопротивляться. Как рыба на рубящем блоке, у него не было выбора, кроме как позволить себе быть убитым Сунхаа. Ха-ха. Мусор, что не так? Ты не знаешь ничего другого, кроме как кричать. Просто с твоей крошечной силой ты на самом деле хочешь сражаться против меня? Разве ты не обладал особым методом, который мог увеличивать твое развитие до боевого короля восьмого ранга? Разве ты не обладал бросающий вызов небесам боевой силой, способной преодолеть три уровня развития? Тьфу. Какой смысл? В конце концов, разве ты не кричишь и не воешь передо мной, как внук? Ты просто не можешь сделать ничего, кроме как терпеть мои пытки. Сражаться против меня? Ты на самом деле думал, что ты мог сражаться против меня? В это время, с победой в его руках, Сунь-Ха был чрезвычайно самодоволен. Когда он мучил Чуфына королевским оружием в его руке, он начал кричать слова оскорбления в адрес Чуфына. Ты уверен в этом? Однако в это время, когда Сунь-Ха безгранично гордился собой, Чуфын внезапно поднял голову и посмотрел на него. Ты. Когда он увидел нынешнего Чуфына, тело Сунь-Ха задрожало и его ладонь затряслась. Он был потрясен обнаружить, что нынешний Чуфын полностью отличался от прежнего. У нынешнего Чуфына больше не было ни малейшего следа боли на лице. Вместо этого на его лице появилась легкая улыбка, порочная зловещая улыбка. Черт возьми, почувствовав, что ситуация нехорошая, Сунь-Ха крепко сжал клинок королевского оружия. Он хотел развязать смертельную атаку на Чуфына. Однако в это время он был потрясен, обнаружив, что вообще не мог сдвинуть клинок королевского орудия в своей руке. Это было, как будто клинок королевского орудия застрял в теле Чуфына. Ты, наконец, осознал свою ситуацию. К несчастью, слишком поздно, когда Чуфын сказал, он резко поднял руку и положил ее на левое плечо Сунь-Ха. После того, как он закончил говорить эти слова Сунь-Ха, Чуфын закричал в сердцах. Техника расправы белого тигра. После этого на ладони Чуфына расцвел белый свет. Тут же послышался странный звук а-а-а-а-а, и этот ослепительный белый свет полностью покрыл эту область, как сам дневной свет. После того, как звук прекратился, в то время, когда рассеялся белый свет, ни один человек не был не потрясен. В этот момент вся левая рука Сунь-Ха, включая его левое плечо, исчезла. В этот момент Сунь-Ха был полностью покрыт кровью. Глава 1384. Что ты мог бы сделать? Высоко в небе Чуфын и Сунь-Ха стояли в воздухе в непосредственной близости. Чуфын уже вытащил клинок королевского оружия из его груди. Кроме того,